Всем привет, это подкаст UwebDesign. Сегодня 6 июня 2016 года, выпуск номер 86. Время пол-одиннадцатого по-челябинску. Всем привет. Много шестерок у нас сегодня, практически 6 и 6. Ну да, но у нас есть для вас несколько громких тем, к сожалению, их не 6. Эм, дьявольских тем такие. Какую кнопку ставить первой? Окей или отмена? Не нужно дизайнить как Apple. Языки программирования как девушки. Погнали. Погнали. Я хочу вам напомнить, по-любому какая-то часть аудитории не слушала прошлый подкаст. Это, кстати, плохо, не надо так делать. Да, возможно, слушала и нихрена не сделала. А я вам напомню, что мы в прошлом подкасте сказали, что будем делать специальный пост на своем сайте UwebDesign.ru, чтобы вы могли спокойно предлагать там в комментарии темы, которые вы хотите, чтобы мы посмотрели, послушали, поговорили про них в следующем подкасте. И, собственно, там мы все найдем легко, потому что все кидают куда, чё. Я практически карманы выворачиваю, нахожу разные темы, они у меня выпадают. Пару курток старых приходится проверять, там 100 рублей найти еще, кроме тем ваших. Ну да. Вот. Лучше, конечно, 100 рублей. Ладно. В общем, поэтому обязательно заходите. Мы еще в группе, естественно, ссылку, да и, собственно, мы в комментариях к подкасту тоже ссылку. Да, да, мы обязательно дадим. Но вообще еще я здесь вам показываю наши дорогие зрители, а слушатели, просто поверьте мне на слово, что у нас на сайте в сайтбаре сразу под поиском теперь есть виджет именно темы к ближайшему подкасту. И там всегда автоматически, мы же программисты, мы умеем автоматически программировать. Там автоматически ловятся страницы именно последних тем к подкасту. И поэтому, да, прям там жмете кнопку предложить тему и вас кидают уже на коммент-бокс. Ну и подожди. Сейчас. Я хочу просто сказать для тех людей, во-первых, спасибо сразу, для тех людей, кто нам писал в комментариях, опять же, в этом посте. Мы такие, хотя мы не вдвоем с тобой сидели. И самое главное, что вы не переключаетесь, мы посмотрим все комментарии, обсудим, скажем. Да, да, это у нас будет в конце, поэтому, во-первых, не переключайтесь, как нам уже сказали, это теле UX, новое ответвление. Ну так вот, и да, мы обязательно покажем вам, как это работает все. Давай дизайн. Да, а первая рубрика у нас дизайн. Кстати, у нас на сайте, к слову о дизайне, теперь заголовочек без подчеркивания на ховер. Охренеть. И тоненький. Ну кроме этого, тут точечки еще добавили, всякое такое, поэтому пишите в комментариях, если вы находите вот эти еженедельные обновления на нашем сайте, и нравятся они вам или нет. Теперь при перезагрузке страницы фон не просто мелькает, а подгружается транзитично, прям, вау. Как мы любим здесь про motion говорить. Ну так вот, про motion. Первая тема называется «Основное и побочное действие на кнопках». Между прочим, Ник Бабич. Между прочим, Ник Бабич. У нас постоянная рубрика в подкасте Ник Бабич, и кроме шуток, у нас уже на следующей неделе еще пара тем от него заготовлены. Мы, может быть, не будем обе сразу говорить, обе-две в подкасте в следующем, но, как бы, он у нас в наших сердцах прям вообще. Я, кстати, интересно, если я сейчас здесь сердечко нажму, мне что-нибудь... Ой, мне надо континивать твиттеры. Ну ладно, извините, раз я уже начал, наши зрители увидят мой authentication токен, точнее его первые 150 тысяч символов из 250 тысяч. Ну так ладно, это все опубликовано на блоге UXPlanet, который, конечно же, захостен на Medium. Так вот, Ник Бабич нам рассказывает, что очень сложный вопрос постоянно. Какую же кнопку поставить на первое место, окей, или отмена в всплывающем окне? И в самом деле, ты вот, Никита, и не знал, а оказывается, у Винды и Мака на это разные ответы. Подожди, а будет про то, что кроме того, что какую кнопку поставить, но еще и куда, так скажем, сразу поставить выделение? Да. Какую из них, да, здесь будет не только, будет еще и какую надпись там написать, что окей, отмена, это не очень хорошо, должны быть именно репрезентационные названия. Ну-ка, давай. Ну это мы забегаем вперед, а теперь отбегаем назад. Эпиграф. Нужно предотвратить ошибки. А именно, любой UX на самом деле направлен не только на то, что если юзер ошибся, то мы ему показываем, как именно он ошибся, что ему сделать, чтобы не ошибаться. А мы пытаемся предотвратить его ошибку. То есть мы пытаемся сделать наш интерфейс таким, что пользователь даже и не ошибается. Он точно знает, что он делает, отдает себе, будем говорить, отчет в своих действиях. И поэтому первое, на чем стоит сконцентрироваться в кнопках, это визуальный вес. Как раз то, о чем ты говоришь, какую выделить. Бывает даже одинаковый визуальный вес накладывать, но я думаю, здесь он вручную это сделал, чтобы у кнопок Submit и Cancel одинаковые стили. Это, конечно же, неправильно. Здесь почему-то нету, как у шоу Криса Рока, больших красных буков No. Если вас... Возьмите белого друга, короче. Вспоминая старый ролик, как не агрести от полиции. Визуальные различия должны быть обязательно. И кнопка Submit, и та, которая непосредственно Call to Action, она должна быть, конечно, намного более сильно выделена. Более лучше одета, так скажем. Так вот, кроме этого, второй пункт – это четкий и понятный лейбл. То есть описание. Да, четкий и резкий, как пацан. Потому что окей и отмена не всегда репрезентативны. Не всегда понятно, что окей, а что отмена. Особенно в русском языке. Да нет, наверное, когда вот эти вот можно ответить по-задорному. Непонятно. Вы не будете это делать? И когда ты отмечаешь, да, это значит, ты не будешь, или нет, я буду, или нет, я не буду. Ну, то есть тут сложно. И здесь, как пример, между прочим, Скайп приведет. Опа. Причем с седьмой виндой. Он-то, похоже, на десятку не обновился. Его заставляют, возможно, каждый день. Да. Ну, кстати, я не помню, у нас будет это в темах или нет. Мне кажется, нет. Вот дерьмо. Мы же обсуждали. Ну, ладно, в следующий раз пожжем, не важно. Ну, хорошо, да. У нас есть это, по крайней мере, в комментариях, в предлагаемых. Так что оттуда возьмем, но не важно, да. Здесь окей, отмена, и это bad experience. Здесь на примере андроида показано, как нужно. Хотите ли вы отменить черновик? Да, нет. Это неправильно. Надо сделать отмена и отменить. То есть, в смысле, что, ну, это по-русски так просто переводится смешно. На самом деле, типа, отменить действие и действительно убрать черновик. То есть, вот, как каждое слово. Потому что, понимаешь, даже вот мы обсуждали в прошлый раз, что вот, типа, тупые юзеры, а на самом деле не тупые, а просто юзеры, когда начинают заполнять input, они забывают, что было в placeholder написано и что им вообще там надо заполнять. Поэтому над этим input'ом должен быть еще лейбл, в котором написано, это поле отвечает за почтовый адрес или юридический адрес. Нам сейчас напишут в комментариях, я вот не хочу, чтобы у меня такие пользователи вообще были. Ну, это слова, хочется сказать, слова не мальчика, но мужа, но вот наоборот. Так вот, и здесь нужно, чтобы сами кнопки, они тебе напоминали о том, что ты вообще делаешь. Даже чтобы вот этот один сантиметр расстояния, которое ты преодолеваешь от надписи до кнопок, просто иногда надпись не в одну строку, а там большой какой-нибудь параграф, и чтобы тебе не забыть, с чего все это началось, кнопки сами говорят за себя, короче говоря. Отлично. Так вот, и здесь несколько кейсов. Что вот считать, как располагать кнопки, если основное действие позитивное? То есть иногда же основное действие это там отправить, сохранить, подтвердить там и так далее, применить. А иногда это наоборот отменить там, удалить и так далее. Ну так вот, если сейв это позитив, праймери экшн, то есть позитивное, так скажем, основное действие, то оно прям синенькое должно быть и так далее. Слушай, и оно самое правое. Да, на маках принято делать, что, ну как бы, утвердительное справа, а отменительное слева, а на винде наоборот. И, кстати, ник пройдется, что у обоих, так скажем, способов есть свое обоснование. Так вот, а если основное действие negative, то есть отмена, например, типа вот, да, ник JPG уже существует. Вы правда хотите его заменить? Cancel является основным, потому что, чтобы ты случайно не заменил. Если ты сильно хочешь заменить, ты стопудово нажмешь на replace. Во-первых, потому что оно правое, и ты помнишь, что в твоей системе утвердительное находится справа. Но чтобы предотвратить вот те самые ошибки, то cancel все-таки выделено, чтобы ты даже если случайно на автоматизме на синее нажал, ты не заменил, а наоборот, так, стоп, стоп, стоп. Я не заменил. Так, тут надо подумать, хочу ли я на самом деле заменить. То есть вот это такая. Круто. Это тоненькая. Вот мы потоненькой ходим, когда выбираем, какую кнопку подсветить. А что-то он винду-то не рассматривает. Будет, будет. То есть все будет. Дальше он приводит в пример диалог LinkedIn, в котором, типа, очень круто сделано. Yes, remove item, а cancel, неважная кнопка, она вообще всего лишь текстом. И здесь реально именно мы хотим удалить, не в том смысле, что перезаписать, а именно он на крестик нажал. Ну, короче говоря, довольно single and obvious confirmation action. Ну, слушай, можно так докатиться до того, что будут кнопки в два этажа прям. Да, я хочу удалить, потому что я мудак. Ну, понятно, что это абсурдно, не нужно доходить. Но, возможно, пользователи LinkedIn и с двухэтажным кнопками бы нормально, и даже на них бы ошибались. То есть всякое бывает. Поэтому там еще бы звездочки было, что, а если я нажал не туда, я все равно мудак. То есть тут, ну, такое. Здесь, кстати, приводится в пример еще experience гитхаба, в которых для особо важных действий, кроме того, что кнопка delete красная, чтобы на нее случайно не нажали, нужно еще написать слово delete, чтобы подтвердить. Сразу невольно вспоминается World of Warcraft, в котором тоже, чтобы выкинуть какую-нибудь вещь с сложностью, господи, редкости, синяя или выше, нужно прямо написать удалить. А в, на самом деле, это, по-моему, даже и не гитхабовская штука сейчас, вот, permanently длится. Ты знаешь, чувак, который придумал это? Гений, возможно, Ник Бабич и есть. Так вот, и на самом деле на гитхабе на название репозитория напечатать не удалить, а именно вот там веб-саня, там, ю-эп-дизайн, что-то такое. Так вот, после этого говорим о том, что побочные иногда действия, которые не именно отменить, а есть, ну, как знаешь, отменить, сохранить и применить. Когда иногда ты хочешь применить перед тем, как сохранить, чтобы посмотреть, как выглядят изменения. Хранение, распространение, распространение и употребление. Да, вот сразу хочется по статьям пройтись. Так вот, сохранить как черновик, видишь, именно серенькая. То есть она как disabled button. И на самом деле можно даже подсказку какую-нибудь при нажатии этой кнопки сверху, что на самом деле все будет создано автоматически, поэтому, типа, просто жмите паблиш и все окей. Тут прям можно играться с пользователем и... Ну, слушай, это не собьет ли то, что три кнопки, а он будет сжать? Нет, я хочу сохранить. Ну, так всплывуха же ему всплывет, как раз если он будет именно disabled кнопку сжать. Ну, да. Она просто станет активно после опубликования, там, как-нибудь. Ну, да, да. Почему бы и нет? Еще один хороший experience – это добавление дополнительной кнопки «отменить». Отменить последнюю операцию, например. Потому что очень часто это требуется. Некоторые пользователи просто в браузере кнопку «назад» жмут, а нихрена на самом деле не меняется. Они как бы на предыдущий экран, может, и уйдут, но настройка уже сохранена. Поэтому, если у них здесь же, прям, ну, в области действий, так скажем, будет кнопка «отменить предыдущее действие», я думаю, они будут опрещей. Согласен. Так вот, следующая дилемма. В каком же порядке располагать «окей-отмена» или «отмена-окей»? Очень популярные дебаты, как он здесь говорит. Ну, я думаю, это как примерно в программировании использовать табы или пробелы для индентации. Вот «окей» и «кэнсел». Пишите в комментариях у вас, где «окей» и «кэнсел», и чем вы руководствуете здесь хотя бы… Ну, это одни за империю, другие за повстанцев, понятно. Повстанческий скам. Да. Как мы это называем. Так вот, Apple, Google и Microsoft. Вот такие три крупных дистрибьютора по платформам. Какие же у них гайдлайнды? На самом деле, у Microsoft есть «окей», «дует», «ес». Ну, то есть, грубо, на первом месте «да», «сделай» или «окей». На втором месте «не сделай», «нет», а на третьем «отмена». То есть, иногда у них тоже три кнопки бывают. Я помню, да, я все прекрасно помню. «Yes, no, cancel». Да, поэтому у них-то… «Кансер» сейчас четвертая. Ну, это у нас даже сегодня будет в научпопе. Так вот, «окей» у них всегда слева. И синеньким по дефолту она выделена уже, фокуснута. На Mac OS наоборот. Первая «cancel», на втором «action button», и она же синенькая. То есть, она не просто рамочкой синенькой выделена, она прям вся синяя. Ой, ты знаешь, у них и закрытие, и свернуть тоже слева. Да, но суть в том, что они же примерно в одно время это разрабатывали. Ну, как бы реально в бородатых годах, там, в 90-е, может быть, ну, реально у них были какие-то причины так сделать. И Ник Бабич рассказывает не с точки зрения архивных записей Apple и Microsoft, а с точки зрения здравого смысла. У андроидов, чтобы ты понимал тоже, сначала «cancel», потом «ok». Как на Mac'е. Может быть, просто слизывали, может быть, так думают. Ну, и на самом деле он всегда говорит, что если вы разрабатываете приложение или какие-то там системы под конкретную платформу, делайте, как на этой платформе. Потому что это будет полностью consistent, стабильный experience для пользователей. Ну, как бы, приложение, всегда же говорят, должно, если это Photoshop на Mac, то он должен выглядеть, как маковское приложение. Если Photoshop на Windows, то как Windows. То есть, вот, например, строка «file edit view» на Mac'е она должна быть сверху, а на Windows'е она должна быть, ну, непосредственно под иконочкой, там, закрыть и так далее. То есть, ну, нужно, должна быть consistency, и это, это стопудово. Потому что, если это у тебя тетенька, которая на Windows'е, она всегда привыкла жать слева «ok», то когда она ставит твое супер-убер-приложение какое-нибудь, я не знаю, там, Mail.ru-агент, то Mail.ru-агент на Windows'е должен быть «ok» слева, а на Mac'е «ok» должен справа. Я даже не представляю. Я даже знаешь, что я помню? Что, короче, когда мы еще программировали на Delphi, так скажем, там можно было специально заставить твое приложение оконное, чтобы на нем не было вот этой верхней панели с закрытием, то есть специально убрать, вот в этом вот элементе форм, там, или в элементе Windows специально прописать, все убрать нахрен. И это вообще действительно может прям сбить с толку простого польза. Зачем ты сейчас спалил, что мы на Delphi программировали? Черт. Возможно, уровень уважения к нам упал до нуля. Я думаю... Полное зеро теперь стал. Повысился, я думаю. Хотя, мне кажется, после того, что мы делаем, уровень уважения, в принципе, упасть уже ниже не может, но да. На веб-ориентированных платформах было бы, конечно, не очень круто, если вы делали на разных операционках по-разному, но вы как бы просто должны теперь задумываться с точки зрения юзабилити. Так вот, а с точки зрения юзабилити, о чем вообще думается? OK Cancel считается по-понтовому с точки зрения того, что вот вы читаете, и сначала, типа, просто в западной культуре так ставится вопрос. Вы согласны со мной? Да или нет? Да или нет? По-навальному. Так вот, да, видишь, как бы идет на первом месте. И, в принципе, позитивный ответ он всегда первый, потому что с чего начать? С хорошего или плохого? Вот в западной культуре, видимо, с хорошего всегда хотят начать. Хотя лично я всегда говорю с плохого. Но, видимо, потому что он у меня маг. Может быть, я как-то уже прям ассимилировался по полной, но на самом деле я даже в еде сначала съедаю гарнир, а потом котлетку. Потому что, ну, она же вкусненькая, пусть я ее в конце лучше съем. Так вот. Но, с другой стороны, Cancel OK, как на Маке, считается, что оно, вот предыдущее по потоку чтения, что ты читаешь да или нет, по литературе, так скажем, но технически, логически точнее, должно быть сначала Disagree, потом Agree, потому что заканчивается все финальным элементом, как основное. В основном же будут соглашаться. Хотите ли вы принять условие соглашения? Да нет, я не хочу. И как бы заканчиваться должно именно на «да хочу», просто потому что тебе проще всего самое последнее нажать, ну, как бы предложение закончено, и ты просто хоп, сразу последним реагируешь, и все. Ну да, да. Ну, на самом деле, да, он пишет, что в любом случае, если вы делаете под конкретную платформу, всегда следуйте тому, что диктует вам платформа, но, с другой стороны, не забывайте и про юзабилити. Это, в принципе, девиз Ника Бабича, не забывайте про юзабилити. Он прав, я считаю. Да даже и наш девиз уже, мы же такие пацаны. Мы уже бабичные, пацаны. Да уж, еще как. Так, окей, можно, в принципе, переходить к следующей статье, которая там что-то крутое. Я прям, я видел заголовок, и там что-то инновационное, я не побоюсь этого слова. Держитесь там. Ну, заголовок, к сожалению, круче, чем сама статья, но, тем не менее. Дизайновый тренд, модерн-ретро. Современная ретро. И, как бы, мы, на самом деле, любим с Никитой ретро. Да. Сейчас напишите в комментариях, кто тоже любит ретро, обязательно. Поставьте пальцы вверх. Да. Мы так узнаем, что это вы. Обязательно. Так вот, и, в принципе, есть такая поговорка. Все новое – это хорошо забытое старое. Это в русском варианте, в английском – everything old is new again. Ну да. Все старое. Снова новое. То есть, вот так. И, на самом деле, то же самое можно сказать и про дизайн, и про дизайновые тренды. То есть, ну, мы уже миллион раз здесь говорили, еще в наших первых подкастах, что Flat Design стал популярным благодаря тому, что он повторяет там газету, типографику и так далее. То есть, все такое плоское. Так вот, без лишних каких-либо цветов. Все определяется только там весом шрифта, его размером и начертанием. Ну да ладно. Так что такое? Один из экземплов хотел сказать. Один из примеров вот этой поговорки – это тренд Modern Retro. Он сейчас набирает обороты, хотя большая дискуссия, на самом деле, идет, наберет ли он сильные обороты. Возможно, он пройдет такой легкой линией, как, скажем, я не готов сказать, как что. Ghost Buttons. Помнишь, было одно время, когда на каком-нибудь фоне кнопочка просто рамкой была? Да, был такой небольшой трендик. И он вот от силы год продержался. Год, я считаю, для тренда это не очень много. Потому что, ну, вот флет-дизайн держится уже там пяток лет, как минимум, пять-шесть. Он, конечно, эволюционирует. Сейчас, возможно, тебе бы про тренды какой-нибудь Александр Васильев, знаток одежды и моды, сказал бы, что, ты знаешь, за неделю вот трусы сейчас появились, они уже через неделю не модны. Ну, нет, понятно, что для одежды почти всегда вот один сезон и все. А уже через год делать просто новые вещи тупо, потому что, ну, сам посуди. Вот, допустим, узкие штаны в моде, и ты купил себе там осенью узкие штаны, все, отходил, а следующий опять узкие штаны. А ты еще не порвал свои старые, ты новые не пойдешь и не купишь. А в их интересах, в их корпорации, вот эти вот, мы сейчас по хиппи здесь с Никитой сидим, в 80-х, с венками и в расключенных. Так вот, а им-то нужно, чтобы ты каждый год покупал, поэтому каждый год как минимум что-то должно меняться, причем так, что прям иди и купи. Так что же такое модерн-ретро? Модерн-ретро получает свое название от стиля, который, в принципе, просто возвращает нас в прошлое, но не очень-то назад, то есть 70-е, 80-е, 90-е. То есть не то, что мы по 50-м прям ходим, по мафии уже в горохе, с завитыми волосами и вообще. Кстати, да, здесь в скобочках прямо написано, что не только одежда и прически на самом деле возвращаются сейчас назад, я сейчас про андеркат, но и дизайн в том числе. И поэтому в этом смысле, что модерн-ретро предпочитается... Тьфу, господи, преподносится как задротская культура, короче говоря. Ну, представь сразу этот от Nessa, от Dendy'ка, геймпад вот этот вот красный, вот это вот модерн-ретро. Ну и сейчас мы будем говорить по... Окей. Более подробно. В первую очередь и самым главным, этот дизайн фокусируется на веселье, на такой непосредственности, оно видится очень легкой и очень так по-детски, но на самом деле, что просто вызвать ностальгию у того поколения, на которое это нацелено. Здесь пример сразу, кентукки фрайт чикен. Блин, круто, я не могу. И реально, тут впечатление по прикольчику, просто полковник Сандерс в разные годы жизни. Да, между прочим, кто не знает это, хотя все знают. Да, действительно. Сейчас же уже из реальных пацанов рекламируют KFC, поэтому уже теперь все знают. Даже наши подписчики, которые смотрят реальных пацанов. Да, которые не знают Децла и смотрят реальных пацанов, знают KFC. Хотя мы ходили с Никитой в KFC, когда это еще не было мейнстримом. У нас еще, если ты помнишь, в России до того, как пришла франшиза KFC, был Ростикс. Да, было. И вот именно Ростикс и купил эту франшизу, и сейчас распространяю. Ну, Куриныча, в общем. Да, Куриныча. Главное, чтобы не птичий гриб, но да. Аспекты, которые включает в себя Modern Retta. Технические темы, в которых используются старые компьютеры. Сразу постеры вот эти вспоминаются. Ну, мы с тобой здесь обсуждали тумблер-блоги всякие, в которых старые компьютеры посетились и так далее. Музыкальные тематики с вертушками, этими магнитными пленками и бумбоксами. И такое бывало. Абстрактные иллюстрации с людьми, но не с лицами. Чтобы силуэты были. Вот силуэты тоже считаются Modern Retro. Ну, просто в то время не было такого индивидуализма, как сейчас. Не было миллениалов, которые все зациклены на себе. А как бы все люди это были всего лишь силуэты. Значит, философские по Pink Floyd. Так вот. Очень ярко раскрашенные разные арты с линиями. Ну, то есть там... Я сейчас сразу представляю. Мы когда-то с тобой в паблик еще выкладывали типа Design51 или как-то сайт назывался. И там каждую неделю по одной Modern Retro иллюстрации. Там всякие пистолеты такие прикольные из полосочек и так далее. И там оно еще с завитками. Ну, в общем, я не представляю. Я сейчас, может быть, просто потому, что мы грибов поели перед подкастом. Мне легко себе и удобно это все представляю. А мы в 50-х говорим себе. У нас, может, обои такие здесь. Когда-нибудь вы увидите, в какой обстановке мы записываем. Я сейчас вообще без футболки сижу. Так вот. Геометрические формы с толстыми обводками. Ну, это прям да. Об этом. Плоские элементы разных форм от линий до иконок. В Modern Retro не было никаких особых... Хотелось сказать, разухабитость, разухабитость. Загагулин. Ну да, не было никакого... Блин, у меня закончились слова. Ну, короче, ничего разухабистого не было. Сложных форм никаких не было. Все в простых было. Пиксельные иллюстрации, которые, в принципе, олицетворяют ранние видеоигры. Если мы вернемся здесь к полковнику Сандерсу, то там вот он есть пиксельный как раз. И это прикольно. То есть это тоже Modern Retro. А в Modern Retro попадает стиль комиксов какой-нибудь? Например. А да, в комиксах, если ты помнишь, там в основном все силуэтами. Там никто не выписывает конкретно лица, ну кроме самого Супермена и его завитушки на голове. Ну да. Все остальные люди, они просто люди. Там все время все яркое. Ну и злодеи, естественно. Да, там как раз бумбоксы. Я не знаю, в нынешних Суперменовских комиксах соблюдается ли нынешний сеттинг. Там ему по айфону звонят, говорят... Да, скорее всего, да, к сожалению. Это потому что это и Product Placement еще. А, кстати, да. То есть это же еще и поле для рекламы. Ну, в общем, вот оригинальные комиксы, да, новые. Я просто новые не читал. Вот не могу ничего сказать. Все неоновые, это Modern Retro. То есть, и опять же, неоновые трубки, у них не было сильных завитушек, потому что ты не мог скрутить неоновую трубку там в хрен, я не знаю. Ну да. Ты максимум мог погнуть там на 45 градусов, ну на 90, и все. Ну, хотя нет, на 180 тоже разворачивалось. Но оно все равно, углы были такие сглаженные, скругленные. Ну и это, тем не менее, прикольно. Простые анимации. Не было никаких сложных анимаций, и они даже дерганые могли быть, как будто, знаешь, отваливаются, так скажем. Слушай, я вспоминаю сразу в Лас-Вегасе ковбой, который рукой там или ногой делал. Да, да, рваные анимации. И у него еще рука эта мигает, потому что стартер хреново работает, газ не сразу поджигает, и да. Большое количество кастомных шрифтов, потому что вывески раньше делались не просто, что Ariel взяли, напечатали, а именно чуваки сидели, делали наброски буков тупо под вывеску. Поэтому многие там крутые бренды в один момент были... У них не было брендового шрифта, была только их вывеска. И вот там эти буквы нарисованы в студии там на ватманах сначала, а потом отданы в металлическую студию, где им сделали именно большие буквы. Ну, в общем, да. Все палитры цветов были со счастливыми оттенками. А счастливые оттенки в дизайне считаются золотые, желтые, оранжевые и красные. То есть KFC опять же. Счастливые оттенки. Мне вот это больше нравится. Здесь вот эти буквы рисованы. Еще вот этот в точечку паттерн, который у нас на OVD Games, кстати, используется. Подписывайтесь на OVD Games. Это даже... Я сейчас маркер себе поставлю здесь. Я даже не знаю олицетворение чего это, вот в точечку паттерн. А грязной бумаги. Именно типографской, которая что... А я понял, когда сложились несколько, допустим, газет, и у них отпечаталось одно на другом. Да, да, да. Там почему-то всегда именно в точечку все и происходит. Так вот. Поэтому, в принципе... Да. Я думаю, даже мы не будем здесь вот этот большой параграф зачитывать, потому что там просто рассказано, что какие вещи оказали влияние. Оно и так понятно. Развитие технологий, видеоигры, музыка и беззаботность. Потому что холодную войну уже там выиграли, проиграли и так далее. Кто выиграл, кто проиграл. Так вот, плюсы и минусы. Плюсы. Это прикольно. Он легенький, типа простые формы, несложно делать, яркие цвета, они привлекают внимание. Пиксельные штуки, они именно показывают нам эпоху, вызывают ностальгии у того, у кого способны вызывать. И в принципе, модерн ретро, он на взросленьких уже рассчитан. То есть надо опять же смотреть, кто к тебе на сайт заходит. Обязательно. То есть здесь в минусах это сейчас тоже будет. Ретро стили всегда прикольные способы попробовать что-то новое. Вот я правда, я не люблю вот такие плюсы, попробовать что-то новое. Вот лучше иногда не пробовать что-то новое, а как бы хорошо забытое, хотя это опять же хорошо, ну вы поняли меня. Модерн ретро, это эволюция некоторых техник, которые в принципе стали популярными типа после флет-дизайна. Ну короче говоря, флет-дизайн условно был 60-й, как бы просто газеты и вывески. А сейчас пошел модерн ретро, это флет-дизайн с точечками вот с этими, с толстыми линиями там, с микроанимациями и так далее. То есть это технически для интерфейсов в интернете это чуть-чуть эволюция. Если именно минималистичную ветку брать, так сказать, ты в какую ветку вкачиваешься? Вот в минималистичную, вот в ретре. Модерн ретре в ретре, да, ретро паладин. Так вот, если говорить о минусах, то это не для каждой аудитории, просто некоторые люди не поймут и да. Модерн ретро, он настолько стендалон стиль, что он вообще никак ни с чем не смешивается. Нельзя смешать модерн ретро и чуть-чуть там, я не знаю, да, и барокко. Уже как бы, уже модерн ретро надо убирать, просто барокко делать, здесь все нормально будет с колоннами. Так вот, иногда выглядит неорганизованно из-за того, что яркие цвета, формы, вот эти шрифты, которые написаны, нарисованы только под конкретную вывеску, оно как-то выглядит, как будто неряшливо и так далее. Но, опять же, это если придираться, но тем не менее. Большое количество, небольшое, точнее, количество фото и видео, потому что просто в модерн ретро еще не так круто было фото и видео, цветные телевизоры только пошли, видеоигры тоже были еще хреновые, поэтому именно на визуализацию такую богатую никто и не посягался. Так что вот такие. Я думаю, что, да, и самый главный минус, такие тренды, они всполохами, это вряд ли как материал дизайн тренд, который будет держаться долго, поэтому, если вы делаете под какой-то комьюнити сайт, вы сделаете какой-нибудь лендинг, модерн ретро хотя бы, просто попробовать, посмотреть, как долго вас это займет, а то будет так, что вы делали-делали сайт, как мы ее веб-дизайн, сделали, а он, оп, уже и не модный. Ну, как наш, опять же, но, тем не менее, да. Отлично. Переходим к следующей теме, она такая. Там что-то просто копирайтеры, разработчики и арт-директора. А тут практически инфографика, как, в каких ситуациях себя ведут соответственно копирайтеры, арт-директора и разработчики, тут немножечко другой порядок, хотя в заголовке был именно такой, как ты и сказал. Так, ну-ка. Все мы, копирайтеры, разработчики и арт-директора. можно поделить всех людей на три типа? Ну, нет, именно IT людей. Понятно, что всех остальных нельзя по этим типам поделить, но тем не менее. И, на самом деле, мы все, у нас есть определенные предпочтения. Давайте посмотрим, какие у этих трех типов будут предпочтения. Ну-ка. Первое, их кисть. У копирайтера это перьевая ручка, у арт-директора это карандаш простой, а у разработчика это курсор каретки. Ну, хорошо, у меня разработчик, дальше. Смотрим. Цвета. Понятное дело, для копирайтера это вот этот выпадающий список из VZVG редактора или ворди там, или где-то еще. Для арт-директора это понтоновский веер вот этот, и для разработчиков это 16-ти речные коды. Так. Файл, соответственно, док, PSD, не попоюсь этого слова, и PY. Питон. Про битон мы еще сегодня тоже поговорим в одной из предложенных вами тем. Вещи, которые их раздражают. Для копирайтера это грамматические ошибки, для арт-директора это низкое разрешение, шакалы. И для разработчиков это дерьмово вложенный код, идентифици... идентифици... идентифицированный. То есть здесь нету табов или пробелов внутри классов. Софтвэр. Ну, понятно, Винда. Офис. Это именно Microsoft Office. Офис, да. Потом Adobe Creative Cloud. А у девелоперов это, видимо... Ubuntu. Это Ubuntu. Да, охренеть. Я вот даже... Я хотел сейчас сказать этот... У JetBrains есть для питона тоже этот... ИДЕ. Ну, видишь, они, видимо, косят под Ubuntu. Ну, видимо, да. Почему бы и нет. Хотя просто... Ну-ка, подожди. Сейчас я попробую загуглить. JetBrains Python. Как она? PyCharm она называется. Сейчас посмотрим, вообще у них похож логотип или нет. Вообще не похож. Там вообще какая-то загугулина. Ну, нет, там питон змея в букву П вползает. То есть, как бы... А, я не то загуглил. Да, вижу, вижу, да. Я просто интересно, что ты загуглил. Я просто JetBrains загуглил. А, ну, это понятно. Начинает с нуля. Копирайтер белый лист. У арт-директора вот эта вот фотошоповская... Ну, да. Шахматная доска, да, прозрачность. А у девелопера это баш-консоль просто пустая. Ну, логично. Как они знают поп-культуру? Это круто. Это круто. У копирайтеров книжка «Властелин колец», у арт-директора фильм «Властелин колец», а у разворщика «Лего Властелин колец». Круто. Мы, кстати, с Никитой играли. Это прикольная штука вообще. The App. Приложение на телефоне. У копирайтера это я не знаю, что это. Вообще, я ничего из этого... А, нет. Вот этот с карандашиком что-то какое-то приложение видимо записывать. Может быть, это для скетчей. 2048 это игра. Это китайская игра, где надо соседние штуки совмещать и на степень двойки повышать. Ну, мы поняли, в общем. А вот для копирайтеров может кроссворда разгадывать? Наверное. Ну, посмотри, похоже же на кроссворд. Ну, видимо, да. Я думаю. Back in the day. А раньше, как у них было? У копирайтеров пишущая машинка у арт-директоров фотоаппарат. Такой старый. А у девелоперов как раз геймпад от Nintendo Entertainment System. Это круто. В какое время уходят с работы? Копирайтер без 5,6. Арт-директор в 5 минут 12-го и разработчик в 4. Ну, да. Социальная сеть? Twitter, Pinterest и Stack Overflow. Ну, логично. Правда, здесь Twitter еще старый. Но да. Но да. Это прикольно, прикольно. Крутая тема. Ну, да. Такая не напрягающая. А дальше напрягающая. UX-страница чекаута. Ты имеешь в виду, что сейчас двоечникам всем надо уйти и столько отличника остаются у экранов. Ну, перед тем, как уйти, поставить лайк, как минимум, поставить на паузу и написать кинем-то. И вернуться к научпопу. Да, хотя бы к нему. Так вот. Как же нам сделать хорошую страницу чекаута, а именно расплачивание? Там очень крутая картинка. Да. Там практически бомбящий пукан, но на самом деле нет. Лайк заснулся за слово бомбанул. Да. Кстати, да. Я даже... Смотри, однокоренное слово, а я уже даже его не расцениваю как что-то похожее. Так вот. Он говорит, на самом деле, самый последний этап во всем экспириенсе онлайн-покупок это страница оплаты. И это ваша, грубо говоря, касса. То есть, и вам должны улыбнуться на кассе, предложить прийти, купоны и так далее. Ну, как вы понимаете. В задницу вылезать. Да, да. Как хотя бы. В самом слабом случае вылезать. Состоит из нескольких это все шагов. И очень часто люди доходят, вот до оплаты, но по какой-то причине отваливаются. Я думаю, нам бы какие-нибудь аналитики из Amazon сказали, что на самом деле из тех, из 100%, кто доходит до страницы оплаты. Ты имеешь в виду, не по техническим причинам? Нет, не по техническим, а именно по психологическим. Блин, что-то... Что-то не мазь. Нет, нет, нет. Что-то не... Ну, на самом деле и по техническим, конечно, но просто потому, что некоторые технические вещи создают психологические для ваших пользователей. Поэтому нужно быть очень осторожным. И не потерять вот этих людей, которые хотя бы дошли до кассы. Прогресс-бар. Он вносит, во-первых, понимание, сколько еще осталось. Мам-мам, мы уже приехали. Во-вторых, он выглядит геймификацию. Хочется дойти до конца, до заветного слова финиш. И вот они говорят, мы в UASD сделали прикольную штуку, что у нас сразу начинается со второго пункта. Choose your payment method. Так. Потому что Choose your products вы уже выполнили, когда нажали кнопку купить, добавить в корзину и перейти в корзину. Обязательно должно быть на самом экране корзины картинки с изображениями товаров, чтобы ты покупал красочную книгу, а там просто надпись там книга. И это тупо. Должна быть картинка, чтобы они визуально зацеплялись за нее и понимали, блин, блин, да, да, вот ее я покупаю, да. Ее я хочу, да, еще покажи мне. Книга 1. Да, книга 1. И здание 1. Цены. Очень четко должны быть прописаны цены за каждую, потом количество. Короче, цена, количество, общая стоимость. Все про шиппинг должно быть написано. Про любые дополнительные, типа налогов, сборы там и так далее. Никаких сюрпризов неприятных. На странице уже, когда именно кредитку выводить. Сразу пишите все дополнительные сборы, если это возможно, до выбора там адреса и так далее. Ну, если до выбора адреса невозможно написать, сколько будет стоить отправка, ну, как бы, как можно раньше это все расскажите. Список опций для покупки. Пусть он будет с самого начала ясен. Практически даже на каждой странице покупки можете его еще и вносить-то. А мы, кстати, принимаем такую-то, такую-то хрень. Потому что, когда ты подходишь к кассе, это уже написано на вот этой ленте, которая, ну, резиновая лента, по которой ваши товары идут. Я почему-то продуктовую именно представляю себе. Вот. Там уже есть табличка, а мы принимаем такие-то карточки, что ты в случае чего, пока шел к кассе, уже сделал вид, что, короче, тебе ничего не надо, убрался и ушел, потому что у тебя именно этих карточек нет. У тебя там какой-нибудь маэстро, который тут не принимает. Security Science должны быть все знаки. Там, ваша покупка 100% защищенная, SSL-сертификаты, там, лучшие, все зелененькое, красивое. Вот это, на самом деле, тоже увеличивает конверсию. Даже отзывы на странице покупки, снизу отзывы. Блин, мне так понравилось, как я последний раз купил на Амазоне. Мне прям вообще все вылизали. Все в лучшем виде как раз. Вот это тоже должно быть. Что касается купонных кодов, они нужны, но не так важны. Как вот, например, антипример здесь из Барнсон Ноубл, с книжного магазина. Видишь, Apply Coupon Code, там синяя большая кнопочка Apply, и она едва ли не привлекательнее, чем кнопка Continue, которая красная. И поэтому, они говорят, мы бы посоветовали Continue сделать голубой, а кнопочку Apply вообще сделать текстовой ссылкой для купонов. Потому что купоны не у всех есть. Я даже, знаешь, что хотел сказать, что вот в плагине для WordPress, который... Вукоммерс, наверное, хочется. Да. В нем даже ты никак практически с корнем приходится вырывать вот эту всю хрень про купоны, на самом деле. Ну, нет, можно и не вырывать. Вдруг ты хочешь купону. Но, но да, да. Кастомизировать вукоммерс, если вы используете именно встроенные их страницы, сложно, но можно и свои с помощью экшенов написать. Это как бы тоже новокриминалити. Гостевая покупка. Это всегда очень тонкий вопрос. Хотим ли мы, чтобы у нас могли купить, не зарегистрировавшись? Чуваки из UAS думают, что хотим. Пусть будет наименьшее количество барьеров, пусть если пользователи хотят не регистрироваться, пусть каждый раз пишут свой адрес, свой размер футболки и всякую другую информацию, которую так бы за них заполнили. Но при выходе, при покупке уже, когда мы говорим спасибо, давайте, приходите к нам еще, можно написать, вы это, вы может попробуйте зарегистрироваться, потому что вам будет в следующий раз стопудово суперудобнее. И он на волне позитивного экспириенса, он уже заказал, ему скажут, что завтра ему уже придет режиссерская версия всех хоббитов в суперкоробке металлической. Он уже такой, блин, да, в натуре, зарегаюсь здесь и все будет хорошо. Следующее, никогда не спрашивайте лишние детали, про размер футболки я здесь загнул, лучше его не спрашивайте, сами выберут, не маленькие, но лишнее поле в формах уже каждый раз там на сколько-то процентов уменьшает возможность дойти до конца. И здесь написано, даже если вы в зоомагазин, не надо спрашивать кличку животного, чтобы там вложить карточку для чати. Хотя это, конечно, круто, слушай, это американский сервис. Вот он и говорит, это, конечно, круто, а потом все равно нет, даже в этом случае не круто, нахрен не надо, говно. Лучше вам, когда менеджер перезвонит по телефону уже, вы точно заказывали у нас там ошейничек от блог? Да, точно. Кстати, как зовут вашего питомца? Давайте мне там карточку, вот тут уже можно, уже вживую тебя спрашивают, дружелюбно. Я опять же, знаешь, что помню, короче, в Америке, когда заказывали мой ноутбук, там можно было, а у меня Alienware M14X там 2000 бородатого года, там снизу есть именно на задней крышке, так скажем, то есть на самом вот этом системном блоке ноутбука есть железная табличечка с надписью Alienware M14X и можно было написать, что это Nikita Tersoff, например. Да, да, на макбуке тоже все время гравировку предлагают, даже на iPod'ах еще предлагали, когда у них еще был блестящий задник и у Tachi и у всех других, то да, практически кличку собаки мне заставляли написать. Причем чуть ли не бесплатно. Да, просто, просто при заказе. Но мы скромные, мы вдруг перепродать потом придется, а Никита Тарасов зачем это? Согласен. Так вот, и на самом деле inline-валидация она тоже важна, чтобы не было лишних нажатий на кнопку submit и лишнего раздражения. Блин, че вот я уже нажал на submit, а мне неправильно там что-то напишите, что сразу, что неправильно. Чтобы уже даже не жало, а submit отвалился просто и все. Так вот, после покупок обязательно нужно сделать все то же самое, что мы делаем в оффлайн-продаже, а именно предложить создать аккаунт, подписаться на новостную рассылку, потому что там будут купоны, скидки, там супер-акции и так далее. И скидка на следующую покупку. Спасибо, что купили у нас, в следующий раз вам 10 баксов скидка, если там на ноутбук за 1000 долларов. Share on social networks. Если вы хороший experience предложили, вы дайте возможность сразу кнопочку твитнуть, фейсбучить. Блин, никогда так круто не расшаривал, а лучше еще сохранить все это в базе данных как-нибудь и потом показывайте на странице отзывов. Track and trace. Покажите трекинговый номер и пусть experience для пользователей на этом моменте не заканчивается. Они могут зайти, если они зарегистрированы в свой личный кабинет и посмотреть, где же их товар находится. Парсите через опиху, дергаете опиху, как говорит Никита, какой-нибудь почты и показываете ему даже не почты. Например, сейчас у нас через Яндекс доставку модно все делать, а у них опиха нормальная, можно просто дергать каждый раз, кэшировать на день, на полдня именно статус доставки и все. Так что вот такая у нас UX-статья. Прикольно, это, прикинь, для наших бизнес-мужиков. Наших бизнес-слушателей? Да, для наших бизнес-слушателей. Последняя, я так понимаю, в дизайне, да, причем она из громких наших. Она, причем, я тебе больше скажу, она еще и здоровая. То есть, прямо она такая серьезная. Ее написал Майкл Чоу. Чтоб ты понимал, Майкл Чоу это создатель Крю, который создатель ансплешей, которые вообще крутые чуваки из Канады. Он не абы кто на самом деле. Он вообще не хрен собачий, он прям... Давай анонсируем тему, давай. Почему не нужно дизайнить как Apple? Аутентичность против красоты. Под заголовочек. Сильно. То есть, как бы, он им, имеется в виду, не надо делать так красиво, как Apple. А я думал, там ему айф первым же комментом напишет, да пошел ты. Фак ю. Фак ю. Сигно Чо. Сигно Чо, да, он именно с английским таким акцентом, как актриса, которая играет Рэй в Седьмых Звездных Войнах. Я когда в оригинале посмотрел, охренел. Она прям... Причем она настолько выбивается из всего кино, как будто она инопланетянин сраный. То есть, прямо она... Ну, вот ей Финн говорит по ней, говорим, can't, она его как будто передразнивает, говорит, can't сразу, ему же прям. Это смешно, это реально... Еще от этого их перепалки и перебранки еще смешнее, потому что она реально, она очень аутентично выглядит. Просто смешно, что она как бы такой типа бомж, где-то там в песках, а на самом деле она англичанка. Ну, она бомж, но королевских кровей. Ее же покинули там, она как бы бомжевала какое-то время. У нее папа люк, спойлер. А, причем, вот я посмотрел в оригинале, теперь мне так не кажется. Потому что ей мод, вот эта баба в очках, она ей говорила, типа, ну вот у тебя теперь нет семьи, но зато у тебя есть люк, и как бы, че, кого, и типа, а меч был у отца люка, потом у люка, а теперь он твой. Ну, короче, посмотрим, не знаю, или она какой-нибудь друга люка там, дочь. Ну, слушай, ладно, отметим, это как тема про Star Wars. Да, да, и не будем про Apple, ничего говорить. Так вот, на самом деле про Apple все говорят, что это типа у них простота, простота в красоте и так далее. Здесь линейка iMac'ов и всех дизайнов, которые были, почему здесь нету iMac ретина, он еще тоньше, чем вот эта вся хреновина, которая здесь изображена. Изображена 2000-й, прям пузатый, я прям помню, они цветные были, а 2002-й были в клинике на конторках. Вот эти вот iMac'и с кругляшком снизу, они прям были в клинике. Так. Так вот, Apple доказали, что красота не только работает, но и продает. Они, так скажем, поженили дизайн и технологии, и они эволюционировали из нишевого бренда просто супер, одной из самых дорогих компаний в мире. Сейчас, по-моему, они уже уступили там Shell опять, хотя, может, уже опять не уступили. Пишите в комментариях, у кого сейчас самая большая капитализация. Может, вообще у Google. Хотя, по-моему, Google на втором месте. Ладно, не будем сейчас здесь блистать своими незнаниями. И говорит, после их успеха многие компании за ними последуют. Здесь классическая картинка, как выглядели планшеты Samsung до iPad, потом iPad, и потом планшеты Samsung после iPad. И там они уже просто слизывают все в нагло, и все. Как слизерин. Apple Stores открыли в 2001, Microsoft Stores просто практически идентичные на 8 лет позже открыли. Даже как-то неловко. Так вот, большинство продуктов, которые мы проводим в наше время, телефоны, лаптопы, лаптопс, ну, то есть ноутбуки и софт, которые от Apple прошли, они на самом деле и были задизайнены в Apple, и как минимум ими были вдохновлены. Ну, то есть, там, пользователи, пользователи, простите за тавтологию, мне писали в комментариях нам, чтобы я прекратил использовать, простите за тавтологию, не прекращу. Так вот, Apple на самом деле поддерживает App Store и обыче туда тоже не пускает, поэтому, грубо говоря, они должны соответствовать все Apple дизайн-гайдлайнам, ну и тем более SDK, который при разработке используется, он тоже тебе сильно не дает забаловать. Ну, дает, конечно, но в рамках разумного. Так вот, в общем, это все про Apple, это заводочка, и сам Майкл Чо пишет, что как дизайнер, я считаю, что внимание к дизайну нужно уделять, потому что я прям смотрю на экран моего ноутбука, и все выглядит прям как конфетка, просто вообще охренеть, как круто, я прям скроллю сквозь свои приложения, и я просто удовольствие получаю от того, как я на них смотрю, просто и круто. Здесь сразу картиночка, когда есть апдейты операционки. Windows user, I hate this, и причем он еще на кроватке такой сидит, на винде он за столом, за стулом прям сидит, за деревянным, а тут в кроватке прям утью-тью, думает о нем или о ней, не знаю даже. Да, но это на самом деле, как и любая другая вещь, она имеет свою цену, он имеет ввиду фокусировку на дизайне, и из-за того, что все сейчас пытаются делать вылизанную хреновину, тратят на это сотни тысячи долларов именно на то, чтобы у них был красивый вылизанный сайт или email рассылка или там баннер, но забывает о том, что на самом деле слова, которые так красиво поданы, они говно, потому что в них всего инвестировали вместо тысяч часов пять. Тысяч? Да, к сожалению, нет, просто пять. Так вот, поэтому надо фокусироваться на самом деле на истории, а не на обертке. И это все была заводочка, а дальше как раз он говорит, мы вот в Крю на самом деле пробовали две версии email компании. Он говорит, коротенькая, там была картиночка, first place to find handpicked Apple Watch app makers. Почему, типа вообще, где найти хорошие приложения для Apple Watch? Коротенькая заводочка и ссылка pickcrew.com slash Apple Watch invite. Все. Они именно проводили ивент для Apple Watch разработчиков, чтобы сделать такую прям dream team команду мечты. В принципе, их бизнес крю, он основан на том, что есть люди, у которых есть идеи, а есть компании разработчиков, которые эти идеи могут реализовать. Они их как свахи сводят. Так вот, а второй вариант email у них был не такой вот назывной, где найти там, а просто Apple Watch это на самом деле сейчас типа будет бомбить. и там прям целая история, что мы там сидели, думали, что Apple Watch там то-то-то-то-то. И там реально long read практически. Но из-за того, что он был написан в их манере, из-за того, что они обращались к юзеру, из-за того, что они ему рассказывали историю, если мы посмотрим про аналитику, то результаты long form открывали 6%. Точнее, не открывали, а переходили по ссылкам. Ну, то есть, конвертировались. А у короткой письма было всего 2,5. Точнее, ну, 2,3. Вот так вот. Так. То есть, длинные-то читают. Long read не всегда плохо, если он смысловой. Ну, я согласен. Возможно, еще просто от контента зависит, конечно. Ну, то есть, он это и имеет. В смысле, что если контент на высоте, то не так важно, какой у него дизайн. Хотя тоже важно, но просто там сами инвестиции окупаются значительно сильнее, если вложить в контент, чем если вложить в дизайн с дерьмовым контентом. Поэтому вот так вот. И он говорит, мы можем поучиться у Pixar на самом деле. Вопрос не в том, какие у вас крутые компьютерные анимации, а вопрос в истории. В 95-м году, когда Pixar выпустили историю игрушек, я, кстати, опять же, ни одну не смотрел. К слову, о моих пробелах в области поп-культуры. Так вот, а у них действительно был первый компьютерный анимационный фильм. То есть они были на высоте именно по дизайну. Но до того, как история игрушек вышла, Джордж Лукас, например, продал все свои акции, и они, в принципе, почти банкротными стали. Потом пришел как раз Стив Джобс и все разрулил. Так вот, на самом деле тема была в том, что у них не очень дорогие фильмы. Так. они на самом деле фокусируются именно на историях. И как раз есть один из сооснователей Pixar, Эд Кэтмол, в своей супер-бестселлеровой книге Creativity Incorporated написал, что вся забота, которую вы вкладываете в визуальную там полировку своей полировку своей во всю и просто в художественный аспект, который вы вкладываете, она ни хрена не имеет значения, если вы не рассказываете хорошую историю. И на самом деле их из 16 Pixar фильмов 8 выиграло ну типа как Oscar, только Academy Award Best Animated Picture самое лучшее мультфильм. И на самом деле каждый десятый, фу господи, каждый первый фильм Pixar он попал в десятку самых зарабатываемых фильмов того времени. Того года в смысле. Ни одна студия даже близко не подбирается к тому, к этим показателям. И здесь опять же топ-хайлайт, как на Medium принято, что больше всего расшаривают. Рассказ хорошей истории, неважно, имейл это, фильм, или любое другое место распространения создает связь. А связь уже ведет ко вниманию, которая ведет к доверию, которая ведет к продажам. Вау. То же самое, да, здесь практически страх рождает гнев, гнев рождает ненависть, ненависть, залог страданий. Вот здесь примерно то же самое. И Pixar это поняли раньше времени, потому что давайте посмотрим по рейтингам. Вот типа десятка самых затратных фильмов именно по баблу. На первом месте «Сраные пираты Карибского моря» четвертый на «Таинственных берегах». Худший фильм серии. Ну как бы худший фильм серии в принципе довольно-таки близко к худшему фильму вообще. Третьи пираты на втором месте. Потом «Мстители эпоха Ультрона». Это что такое? Я не одних мстителей не знаю. Это вторая часть из вот из трех мстителей, которые есть, это вторая часть? Понял. Джон Картер, это какое-то говно про Египет. Tangled, даже не знаю, что такое. Спайдер-мен 3, вот это я еще смотрел. Ну пиратов тоже смотрел, а потом Спайдер-мен 3. Так. Гарри Поттер и, блин, какой философский? Не, ну философский был не плохой. Понятно, но здесь-то «Принц Полукровка». Именно по баблу. Почему-то даже более дорогой, чем последний Гарри Поттер. Видимо, там какие-нибудь бои на палочках были более красивые. Потому что я смотрел, у меня же... Ладно, чуть-чуть ответвление. У меня же Гарри Поттер весь на блюреях. Я смотрел все док-материалы, и там в последнем фильме большинство взрывов тупо взрывчаткой уже делалось, не компьютерной графикой. А в шестой части именно когда Волан-де-Морт уже стал телесным чуваком. Так. Хотя он телесным в конце четвертый стал. Ну, короче говоря, вот в шестой много было там битв именно Гарри с Волан-де-Морт. То есть телесный ты имеешь в виду, когда этот хвост Питер Пятигрю, да, уже кость свою кинул, кровь заклятого врага. Вот это все в котел в конце. Убили Седрика Диггари. Ну, ладно. Не будем. Хоббит битвы Пяти Воинств тоже не самый лучший фильм. Ну, так, с точки зрения этого. Бэтмен против Супермена и Спектр тоже не самый лучший фильм. Что-то как-то... Ну, то есть реально средний рейтинг топовой десятки по баблу 59%. Вообще нихрена невысокий. Самый большой у Тэнглд и это как раз Пиксар. Так. Ну, я не знаю, что это за мультфильм. Напишите в комментариях, что за Тэнглд. Знаешь, это король лев просто по-английски. Вот такой бред. Так вот. А на самом деле у всех Пиксаров 145 миллионов средний бюджет. То есть если смотреть в топ-10 вообще, вообще даже не близко. А рейтинг 89%. То есть у них, так скажем, выхлоп максимальный вообще по соотношению цена-качество. А все проблема в том, что типа у них суперкрутая история. Здесь цитаты о том, я только про пиратов скажу, про последних. Эти пираты наступают, вступают прямо в дерьмовый сюжет и безостановочную баррикаду бессмысленных, шумных каких-то экшен-последовательности. Вот такой вот машинный вам перевод. Короче говоря, хреновая история, дерьмовый сюжет и тупо мясо тупое. Вроде экшен был, хотя, если честно, я последний фильм смотрел пару раз, даже парочку. Опять же, они у меня все на блю-рейах есть. И я даже и экшена там особо не помню. Просто какая-то хрень и все. Ну да. А, я помню в самом начале экшен, когда Джек Воробей гипс освобождает и он там внутри столовой кого-то там в Лондоне там что-то они на каких-то там. А, да. Там сначала был экшен сильный, да. Да. Они там убегают по улицам, там потом они находят Пенелопу Круз. А, он короче такой, он простейший такой фильм по сравнению с теми, это вообще прям. Да, как простейший, как раз, как Амеба. Ну так вот, почему красота не всегда работает, особенно сегодня? Потому что все уже делают типа красивый, красивый. Все слишком вылизанное. И из-за этого, ну здесь прям очень глубоко психологически написано, из-за этого мы перестаем верить. А почему мы перестаем верить? Потому что уже так много нам врут за этой красотой, что как бы мы это понимаем. И вот American Eagle, одежная такая компания американская, у них... Ну между прочим популярна. Да, они там прям джинсы хорошие, там двое по цене двух, точнее двое по цене одних там за 20-20. Как любят американцы, купи одну и получи вторую со скидкой. Да, да, вторую со скидкой пополам. А так вот, у них увеличились продажи после того, как они перестали фотошопить модели. Слишком красиво, оно вроде бы кажется увеличит продажи, но вот это уже было в начале 2000-х и в конце 90-х. Сейчас уже наоборот. Уже не надо быть супер вылизанным, чтобы продавать. Нужно, чтобы тебе поверили, чтобы создался connection. Тот самый. И это все на самом деле причина развития того интернета. Просто многие уже так много стало плохих отзывов, так скажем, и мы так много прорываемся сквозь плохие отзывы, что мы просто понимаем, что нас могут обманывать, может быть плохо, и мы становимся подозрительными. И эта подозрительность, она на самом деле заставляет нас разбираться в дерьме, так скажем. То есть именно, ну, тут будет сейчас, Рианна расскажет про своих фанатов, ну, тут круто. Но немножечко еще ответвление, что на самом деле документалки, которые прям топовые истории рассказывают, у них рейтинг почти всегда 100%. на Rotten Tomatoes. Здесь все про Rotten Tomatoes именно говорят. И поэтому, да, как бы, вы поняли, важно быть искренним и важно прорываться сквозь дерьмо. Так вот, это же отличный вывод, да? Где же цитата Рианны, которую я хотел найти? Видимо, она дальше будет, блин, не очень. Нам, в общем, очень большой информационный шум сейчас, и у нас страдает, так скажем, количество информации из-за того, что просто очень много всего. Поэтому нам ничего не остается, кроме как сильно фильтровать. И наша вот эта вот физическая нужда фильтровать, она нас заставляет внимание обращать, короче говоря. И поэтому, а фильтровать сквозь что? Сквозь супер все вылезанное, чтобы найти хотя бы что-то настоящее, единственное, искреннее. Ну и здесь он говорит о том, что типа сейчас очень много еще и, кроме того, что просто много инфы на телеке там и так далее, просто много площадок стало, фейсбук, твиттер, имейл, телефоны, ноутбуки, планшеты и так далее, везде уведомления, везде все за тебя знают, тебе все советуют и так далее. Ну и здесь красивая картинка, что нам надо на весах как-то балансировать. Мы или уделяем внимание всем этим уведомлениям, но тогда мы будем терять в информации очень сильно. И наоборот. Круто. Поэтому, и вот да, Рианна говорит, что мои фанаты... Рианна представляет. А, Самарианна? Прямо Самарианна. Возможно, это твит какой-то. Нет, это на harpersbazar.com каком-то. В разделе celebrity она пишет. Мои фанаты учуют the BS, то есть bullshit, издалека. Я их не могу обмануть. То есть ей приходится делать хороший контент, потому что ее фанаты учуют дерьмо. Вау. Интересно, почему именно ее фанаты разбираются в дерьме непонятно? Но тем не менее. Понятно все уже, но... Майкрософт на канадцах провела эксперимент, что раньше, в 2000-м, наше внимание было проще всего... Ну, наше внимание удерживалось человеческое. На 12... Мы-то с Никитой рептилоиды, ваше внимание. 12 секунд. А сейчас, в 2015-м, уже 8 секунд. Даже у золотой рыбки 9 секунд. У нас уже меньше, чем у золотой рыбки вот этот вот момент, когда мы удерживаем внимание. Поэтому сейчас все борются за наше внимание. И из-за того, что мы такие невнимательные, нам приходится очень много фильтровать. Потому что иначе просто мы погрязнем в количестве информации. Евреяне. Евреяне, да. Поэтому решение очень простое, и вы сами уже знаете, как это делать. И он здесь пишет, почему вот вы когда видите почту от друга, которая просто «Hey, let's catch up for coffee, mind you're in» без заглавных букв, без пробелов, без нихрена, она намного больше вам информации наносит, чем супер вылизанная рассылка от Пульт.ру. Это не реклама. Просто меня задолбали рассылки от Пульта.ру. Видимо, у них совсем хреново по деньгам стало, что они прям вот везде скидки, скидки, хренитки. Ну, при том, что ты не отписываешься. Ну, блин. Надо заметить. Ну, ну, мам. Ну, вдруг что-нибудь попадется. Я их и проглядываю, я тебе больше скажу, но я не перехожу. Так вот. И на самом деле суть просто в том, что она рассказывает историю. И здесь дальше еще пример. Клип Beyond 7-7-11. Там хрена тень на камеру снята. А он самый топовый у нее на канале, потому что ей верят. Потому что она все думает, блин, она такая же, как мы. Она просто на балконе сняла говно и все. И не постремлялась. Я уверен, что это можно, знаешь, по какому-нибудь инстаграму какой-нибудь известной дивы, так скажем, понять, когда она фоткается там в полудуши, в полузавязанных каких-нибудь с волосами, да? И когда она там в вырезанных стуях, я думаю, да. Верят, конечно. Вот, вот. То есть здесь опять важен коннекшн. Это я шоколадку ем. Нам пишут, что мы здесь любят, когда мы едим. Можно сейчас попить прям в микрофон. Это слово об искренности. Да. Вы верите нам. Мы правду тут пьем, едим. Келли Старлетт. Просто мы реально долго записываем. Если мы еще пить не будем, у нас горло пересохнет. Если мы еще пить не будем, в принципе, жизнь тяжело жить. Пустой станет какой-то, да. Так вот, Келли Старлетт, физиотерапевт и тренер, он на ютубе записывает ролики, и у него там все время ляпы, там, дочь заходит в кадры, там, и так далее. Я так понимаю, он некий этот, доктор, который, который смочить огурец. Ну, я не знаю, может быть, на самом деле, потому что тут тоже именно про бедры, там, что-то там. Эпизод 87, него, между прочим, и 163 тысячи просмотров. Я думаю, доктору Попову и не снились такие просмотры. Хотя, может быть, не знаю. В общем, и там специально эти ляпы оставляют, потому что они заставляют верить. Это прям прикольно, круто и здорово. Поэтому вы задумайтесь вообще над этим. Ну, это круто, это круто. И все, и тут даже Кенни Уэст пишет в Твиттере, я напишу все капсом, никаких правил, у меня собственные правила. Ладно, типа, если вы увидите, что есть опечатки, то вы знаете, что это пишу стопудово я, а не моя там команда и так далее. Ну, потому что просто тупорылый как. Ну, да, он просто обезьян, черный, и все, поэтому как бы политкорректности подкаст. Так вот, аутентичность, короче говоря, значит намного больше, чем красота. Аутентичность означает прям connection. Поэтому это означает, что вы отрезаете весь булшит и оставляете только самое главное. Особенно, если вы говорите про бизнес. И Майкл Чоу, он у себя на Фейсбуке публикует эти черновики того, что у них на crew.co публикуется в блоге. Видимо, как-то это, он показывает, что они на самом деле люди. И вот, кстати, это его вывод. While all humans even under a suit. Даже под костюмом мы все люди. Это сейчас Iron Man какой-нибудь должен быть. играет. И делать что-то красивое, это, конечно, круто, но вы убедитесь, что красота, она не мешает тому, что вы пытаетесь сообщить. И, кстати, здесь он пишет, что даже просто от того, что вы не дизайните, как Apple, это не значит, что вы не хотите, да? Ну и здесь сразу же у него конверсия. А мы в компании свяжем вас с любыми разработчиками и так далее. Ну, он чуть-чуть рекламирует себя. Но перед этим он нам тоже рассказал, какой он такой же, как мы, пишет статьи на Medium и так далее. А мы переходим в светские новости. Ну да, небольшая такая передышечка у нас сегодня. Светские новости. Опять же, про Apple немножко. Поговорим, хотя, собственно, обе новости и про Apple. Так вот, на The Guardian статья про то, что как раньше все было круто и почему сейчас все немножко хуже с Apple. Я уже думал, просто по жизни. Не, к сожалению, только с Apple. А хотя, может, и по жизни. В общем, статья на самом деле от не просто хрен кого. Это вообще та статья или нет? Ну, The Guardian, Кент Сегл. Да, в общем... Я просто, подожди, я быстро эпиграфом скажу, что нам в комментариях все время срут, что Apple говно, они только перепродают чужие инновации, Стив Джобс ни хрена не придумал. Пошли в жопу, мы так не считаем. Так вот, да, Кент Сегл, который, между прочим, работал со Стивом Джобсом, как в конце написано статьи, около 20 лет в отделе рекламы. И он сам придумал вот всю эту компанию ThinkDifferent. В смысле, рекламную компанию. Да, рекламную компанию. Поэтому, в общем, он достаточно приближенный чувак. Еще, скажи, что он еще придумал? И он еще придумал Букву I. Букву I, да, вот этот вот I-Naming, так называемый. Да. И они из-за этого назвали I-Mac'ом I-Mac. Так что, да, чтобы вы понимали, статья не просто от диванного аналитика, а от чувака, который непосредственно участвовал во всех этих процессах физиологических, политических компаний. И да. Он говорит, ну, уже 4 года прошло с того, как, я так понимаю, типа, все стало по-другому в Apple. Угу. Что говорит, вот раньше Стив Джобс со своей компанией Think Different там, делал креативную тему, был креативным директором и вообще было все круто. Его главным, так скажем, постулатом, как постулаты Бора, был постулат о простоте Simplicity. И он говорит, что, блин, это прям было самое главное в Apple. Вот что они делают, все, что они делали. Софтвер, хардвер, все вообще. Маркетинг, дизайн, все, что они делали, это было все о простоте. Ну и на самом деле, мне вот, я вспоминаю о том, что мы в других моментах говорим, что не надо, не надо все делать просто. Видимо, если тебе что-то дано делать гениально, ты это делаешь, а другие не могут. И здесь на полях у него цитата. Во-первых, давайте как-то это, признаем критический факт, Стива Джобса не заменит. Да, и он дальше пишет, что, конечно, после Стива Джобса пришел Тим Кук, и причем Тим Кук это не простой чувак, какой-то хрен с горы, опять же. Сам Стив его рекомендовал, сказал, что вот он должен продолжать, начатое, мною. И, конечно же, не заменить Стива Джобса, мы все понимаем. Но Тим Кук старается выезжать на каких-то других своих плюсах, которые, наверное, у него есть. Вот. За одним его главным минусом, я даже не знаю, как найти эти плюсы. Ну да. И еще с минусом, о том, что он начинает забывать про вот эту простоту. И он говорит, давайте сейчас посмотрим, на какой вообще стадии находится вот эта простота. State of simplicity. Он говорит, что... Блин, сейчас про что здесь он говорит? Про то, что... Начало про продуктовые линейки. Продуктовые линейки. Во-первых, сейчас мы сами понимаем, что все уже не просто. Довольно-таки. Уже есть три айфона, четыре айпада, три разных макбука. Да. И самое главное, что вот этот вот нейминг, он, видимо, за него сильно держится, потому что он, видимо, видит в этом некий маркетинговый ход. И он, опять же, говорит, что маркетинг тоже должен быть простым, чтобы он до людей доходил. И если продукт простой, то он легче доходит до людей. Поэтому вот этот нейминг, он за него сильно держится. Ему не нравится, что ввели некий нейминг Apple. То есть, есть айпады, есть айфоны, есть макбуки. Да? Ему не нравится, что есть Apple Watch какой-то, нахрен. Есть Apple Music какой-то, нахрен. Причем эти продукты, они даже вообще рядом не идут. Apple Pay. Apple Pay, да. Ну ладно, Apple Pay, Apple Music, окей, это наши там. Ну это пусть, это софтовые продукты, но именно хардварные продукты, почему, типа, не продолжили? Почему не iWatch? Почему? Какой посыл был у них, когда они переименовывали это все? Да, вот. Он говорит, что это вообще хреново. Как минимум. Это уже вообще непросто. Дальше он говорит про простоту в софтвере. То есть, именно... Так, тут есть какие-то вообще детали? Я не очень помню. В принципе, то есть, он, в принципе, описывает, что весь вот нейминг, все вот это вот в продуктах, то, что происходит, особенно, конечно же, айфоны SE, айфоны 6S. Между тем, что сам Стив Джобс ввел вот первую S-ку, 4S-ку, все равно... Он и 3S-ку ввел, 3S тоже был первой. 3GS. 3GS, да. То есть, все это ушло в такие дебри, типа айфоны SE, айфоны 6S+, то есть, вот все вот это... Да, 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 вот эти плюсы, хренусы. Когда мы делаем просто S, вот он говорит, что раз в год какого-то хрена начали делать S, но когда мы делаем, начинаем делать плюсы, и, видишь, из-за того, что он размаз... Мы стараемся делать маркетинг не точечный вот такой, а просто размазанный маркетинг, то есть, сделаем для всех и большие телефоны, и маленькие, и всем угодим, короче. Это уже все-таки не симплисит, это уже не о простоте, это просто как бы прогнуться под рынок. Он говорит, видимо, возможно, если бы не прогибались, было бы еще хуже, возможно, у Apple самих, то есть, если говорить о бабках, потому что все-таки упускали тот кусок людей, которые хотели большие лопаты, все-таки упускали, да, выпустили большие лопаты, люди купили телефоны, блин, китайцы все купили телефоны, там, выпустили золотые, китайцы еще сильнее купили телефоны, ну, в общем, мы понимаем, да? То есть, опять же, разные цвета в iPhone, то есть, раньше всегда было черный, белый, девочки понимали, какой цвет, мальчики понимали, какой им цвет, да? Сейчас хрен его знает, что, я должен золотой, что ли, ходить? Сейчас просто многие девочки уже черный берут, а мальчики белый, понимаешь? золотой до розовый золотой это нормально вот в общем вот он об этом собственно вся статья я даже не знаю чем на чем здесь еще можно остановиться я бы остановился на том что он здесь про и скотч подробно пишет вообще гид вот с сейчас какого-то хрена всем запомнили что вот с к это типа пропускной вариант а про х проходящий вариант который на хрен надо брать не на самом деле на нем все круче это гид абсурд потому что во первых на 4s вели сири впервые до на 5s впервые вели тача и на 6s вели 64 бит процессинг на 6s вели 3d touch наконец то есть реально ну как бы это не так с это не пропускная модель просто объем модель без с меня дизайн модель с меняет железо тик ток но это не значит это проходная модель но у юзеров уже у всех покупателей сложилось такой стереотип и поэтому продажи с к не традиционно меньше чем у обычной версии он кстати еще очень много во всей статье говорит что да у apple есть такая аудитория которые ярые фанаты и они будут защищать и покупать продукты но основная масса людей все равно чувствуют это все дерьмо вот то что же все не симплисити я кстати хотел как раз об этом вот поговоришь с кейси есть вообще интересность наших слушателей люди у которых вот такое же отношение к apple такое трепетное так саживали все уже да это просто уже для просто в мажор выгода дело напишите если вы настоящий apple boy как мы и прям вы выйдете из чулана не побои не побоитесь этого сказать да ну хотя бы не на уж как тим кук это не на нашем портале замечательным и в дизайн точка ру ну да он кстати еще говорит про часы опять же то есть вот часы которые новые которые все круто опять же нет вот этого просто нет просто ты за то что миллион ремешков до миллиард разных вариантов как и часы разные размеры разные да вообще это это просто хрень в общем apple больше не являются богами просто ты и он предпочитает думаешь это все из-за тима кука даже не столько из-за тима кука сколько за то что просто уже не стих из палец да из-за политики из-за маркетинга вот такая тема переходим дальше чуть-чуть тоже по иплу скользнем wdc 2016 опять же apple boy понимают что такое да все понимают что такое через неделю прям после нашего после записи нашего подкаста мы возможно будем даже опять записывать и просрём да как бы в прошлый раз да здесь на самом деле в этой статье просто очень общие такие вещи что каждый год бла-бла-бла в калифорнии написано what's expected чем мы ждем ожидаем сан-франциско калифорния pacific time 10 00 какой там какой 13 число понедельник да у них это утро а у нас это 10 или 11 вечера в челябинске в москве вообще там 8 или 9 да тут нам фоткают старый wwc изображение вот баннер деби центр of change фоточки нового я думаю на неделю уже появится по-любому по-любому да и короче говоря ну видимо хайп нарастает по потихонечку они ввели все и что можно спросить у нее когда давдов диссим но это было еще типа месяц назад они говорили что да да ну и чё-то чем ожидаем ожидаем естественно ios тем это я вам объясню это операционная система для телефонов iphone ipad и даже наверное полочном это же мне дай под дачи плач это watch с и про нее тут тоже ниже будет да поезд м на которой сейчас я скажу там было за счетом можно было зацепиться что-то типа себя короче там значит можно будет делать там чуваки сторонние имприлы смогут внедрять сию себе ну это не ожидается то есть не факт что apple это сделает понятно никто не знает но ожидается что все от party apps могут внедрять хотя у в сире уже даже есть шазам я просто и веселье что играет и она сразу включает шазам он мне даже не установлен то есть там именно шазам модулик опиху дергает жанна шазам напиху дергает до apple music заре дизайнеры обещают более интуитивный с учетом того как они сделали itunes мы как раз неделю мы боимся дали да я прям даже боюсь чего не сделают но она придется потому что наверняка сейчас наши слушатели они такие сидятся на google фонах и догорят нам четко да 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 ну и пусть сидят мы никогда не слушали этих людей да у ст н естественно для пацанов с макбуками и с аймаками возможно вот ожидается 1012 я так понимаю ты там пробуешься беты и только новой носа но надо в лигу ни одном тестирует но бы это будет как раз после анонса да да вот вот там тоже будет сири там по слухам да кстати все до сих пор нету то есть я не могу могу сказать привет сири там да да и они собираются apple pay в браузеры вводить и на телефонах и на макбуках watch os и tv os то есть для apple tv собственно я так понимаю какие-то обновления потому что это прошивки они есть уже да но нет никаких деталей то есть просто должны обновить что я прям даже не понимаю а чё сами apple watch они обновляют уже чуть ли не два года прошло а железо все еще не обновлено ни разу я зачем еще такой прикол вот вот сейчас мы это все читаем и новинок то особо нет и за счет странно что раньше когда смотришь даб 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 деси точнее не даб даб деси так на даб даб деси всегда обычно софтовые новинки в том-то и прикол иногда просто иногда новые буки но их всегда фоном кстати у нас новые буки да это на другой конференции на той на которой да которая именно осенью вот там то с раньше говорили такое что прям пукан отлетал а сейчас все такое как на google конференциях чё-то сказали ну не одну летнюю мы с тобой смотрели в америке опять же на одной кровати практически как раз нам фил шиллер по line рассказывал тогда еще про анонс так что они всегда были на самом деле софтовый но косвенно мы могли понимать нам говорит в ios 10 там будет 3d touch и мы такие опа значит будет в новом телефоне 3d touch ну то есть как бы это же очевидно хотя насколько я помню некоторые такие вещи которые именно бомбящие про них все равно не говорили до анонса непосредственно железо но вот тем не менее не как бы нам удовольствие растягивать так вот маки и аксессуары для маков какие-то ожидаются но вот чувак который минг чико который главный аналист который там все предугадывает практически этот осьминог пауль apple а так скажем он все-таки думаешь что вот эти на макбук про никак не обновятся в я так понимаю да он до весны до осени не будут обновляться ну короче как ты и говоришь на осенней конференции точно отлетит пукан да да тут так по щекотят ну и немножко дал об засек про то что можно покупать эти тикеты можно было бы если бы их не продали там за два дня или за два часа что такое да вот короче говоря ну там немножко небольшой обзор про прошлое да да все вот в принципе напишите в комментариях ждете ли вы вообще вот у вас все еще есть вот это вот интерес к этой конференции или нет да у нас есть можно хотя он признаться становится уже менее интересным в том смысле что ну блин это реально софтовая конференция я жду новый сафари то есть прямо в прошлом дабдаб деси у меня тоже отлетел пукан как раз был сафари 9 только вышел мы снимали обзор но я здесь привожу ссылку на новый обзор который сафари technical preview он более актуальный так что да я думаю надо переходить к нашей супер теме да наша супер тема смарт-тейп и веб-дизайн я здесь прямо на отдельной вкладочке открыл нашу страницу в которой мы говорим о том что лучший хостинг в мире это смарт-тейп у которого для вас найдутся миллионы всяких возможностей начиная с безлимитного хостинга есть безлимитный битрикс хостинг в котором за вас уже устанавливают битрикс переносят там через вистор php тогда vps решение vps решение на ssd virtual dedicated server vds решение и так далее где вы именно выделенный сервер покупаете не знаешь что еще кажется что вот мы не знаем как бы как у них там в офисе мы то и не знаем смарт-тейп это мы то и не знаем а мне кажется там все счастливы и приходят на работу прям с улыбкой реально что делают хорошее дело как в тех общежитиях которых мы говорили в которых они живут и возможно там еще больше хай-тек у них в дата-центре чем на нашей вот этой картинке дата-центр фейсбук может быть дата-центр смарт-тейп там вообще уже илон маск на масс отправляет оттуда свои ракеты может быть короче и webdesign.ru слышь смарт-тейп прямо по нашей ссылке и обязательно и жмите на вот хоть пользуйся смарт-тейп вместе с нами хоть попробуй смарт-тейп уже сейчас любые они реферальные вы поможете развитию проекта диск на кнопка пожертвующий снизу есть так пользуюсь случаем ну давай короче сейчас прям жарим сейчас пацаны вот эти вот сейчас которые сидели все они перемотали вот на этот именно кусочек вот эти которые задроты наши главное нерд мы сейчас им семантический css до семантический css и под заголовок почему все кто говорят про важность семантики и правы и неправы одновременно джонатан снук нам говорит как обычно создатель методологии смэкс как обычно мы прикладываем наш видос про методологию смэкс я уже прям привык это делать на его постах но да ягод часто слышу как люди говорят про семантический css в том в котором мы айдишники классы называем не просто так чтобы они что-то означали и когда люди говорят семантический я думаю что мы типа все они фу господи ягод господи они когда говорят семантический думают мы все понимаем что это значит но вообще это нихрена не так на самом деле никогда не понятно чё же значит семантические для конкретно этих людей он будет например есть ли у нас контейнер у него класс products вроде все семантическое но когда что же имеют люди в виду когда говорят семантические на самом деле люди имеют ввиду что она описывает контент внутри них и тогда product это вполне себе семантический класс иногда кроме там products в этот events и так далее там news я не знаю что угодно testimonials если это отзывы и так далее но как на самом деле а вообще понимаем ли мы как выглядят вещи вот в этих нейминговых конвенциях когда просто говим products мы не понимаем просто products products то есть что же значит семантика семантика это означает что там есть с точки зрения логики или как это выглядит с точки зрения css есть мнение что стоит задуматься на самом деле кому как понятнее но если мы говорим про css то лучше конечно же второй вариант когда вы как это выглядит то есть там лист список или хотя бы добавьте products list вот это уже семантический список продуктов да хотя опять же лист не всегда означает непосредственно список потому что он потом могут быть даже улки и лишки настилизованы уже как grid хрен знает чё если мы говорим про микроформаты то есть там эти штуки но не с кима орг а которые другие типа когда все посты должны называться h entry и так далее тоже такие штуки которые и google и яндекс учитывает надо там классы всего лишь нужны для того чтобы типа это были крючки за которые зацепляются другие приложения опихи и так далее чтобы в них встраивать информацию сниппет оттуда брать и так далее но что касается стилизации браузером суть насрать как чё называется мы это делаем для людей а почему когда мы люди нам на самом деле важно не только что там продукты и вент или что-то нам важно как это выглядит потому что именно потому как выглядит мы будем прописывать стиле которые внутри этого класса будут написаны нам название класса должно уже помогать писать стиле как в хорошем вопросе содержится уже половина ответа так и в хорошем классе сердце уже содержится половина стилей так отлично нет метафора он ее здесь не к это я так что придумал так вот поэтому на самом деле не все люди очень семантичны в этом отношении когда они типа думают и классы добавляют бывает допустим говорит у нас есть кроме products events и collections другие классы типа navigation drop down и модалка и вот они то на самом деле уже семантически они показывают как именно функционирует объект и следующий под под заголовок это функция дизайна а вот если мы ее описываем то как функционирует вот это на самом деле важно здесь него даже жирным выделено actually is important мы используем просто некие паттерны внутри наших стилей для того чтобы понять в будущем там через пять лет месяц после того как мы будем редактировать этот код что здесь внутри чтобы не читать все 20 строк css кода не понимать а мы уже сразу и это список там drop down туда-сюда все понятно поэтому в принципе грубо говоря мы можем конечно написать продукт events collections а внутри сделать какой-нибудь экстенции эсэсовский в котором будет extend drop down и как бы это все drop down а можем все из них назвать просто drop down а можем добавить продукт с drop down events drop down collections drop down а в каких-то других это будет продукт с grid events grid и так далее он предпочитает думать джонатан снук что если мы будем вот так экстендить и у нас мультипл много классов которые на самом деле делают всего лишь одно drop down это излищество я в принципе он пишет что на своих смех с овских воркшопах я рассказывал на мастер-классах что бывало моменты когда мне надо было обвести но сделать несколько локаций обвести их голубым и сделать скругленные углы я это назвал локейшин потому что просто ну как бы я делал страницу на которой были показаны локейшинс новый потом мне надо было то же самое выделение сделать в магазине в товарах которые мне нужно было выделить ягод обленился и просто также опять же сделал локейшин просто и все понятно дело что нужно было выделить поэтому на самом деле я должен был назвать хайлайт все но в конце концов гид никто же но это он в конце скажет ладно тут шуточка будет в конце и вообще скорее всего все сведется к тому что у вас будет типа практически следующий bootstrap но если вас будет generic название и так далее но именно с точки зрения css к сожалению она именно это и нужно как же нам любят говорить что давайте называйте как прям по ситуации вы потом вспомнили чтобы это было там не просто дженерика 5 а там именно там если вы там говорите про какой-то блок то конкретно блок какой-нибудь да именно здесь поэтому ангит добавляйте через черточку от того чё внутри как это выглядит то есть опять же продукт с грид и тогда все прекрасно ну да похрен даже у продукт с грид вы делаете внутри extent grid но кроме extent grid вы еще добавляете вещи которые только для продукт с грид справедливо и это уже более разумно с точки зрения именно семантики будет в яху еще у нас была такая же дилемма как нам называть дженерик вещи типа cards а если вдруг будет уже другой класс cards мы это использовали просто под я даже не знаю не под смысле шмаль обходы смысле я я не знаю как под как ай под ну типа того да площадку подложка наверно как-то так не знаю много можно разные названия применять но лучше их добавлять что вот там на энгаджете есть класс лиды смысле ведущий параграф главный фолома ли практически то а если где-то нам надо будет его как-то подсветить мы просто сделал лид спешил или спешил лиды здесь где-то вопрос от того либо вас много лидов либо вас много спешила чего больше то ставите просто на первое место там убер лиды и так далее много это да вы если вы где-то типа делайте вообще семантику то вы не загоняйтесь играет даже то что я сделал класс локейшин для своих продуктов никто никому это не повредило видеть детей не умерло здание не разрушилась это вообще не конец мира случился поэтому нужно как-то поддерживать проект на протяжении всего времени и все вот эти штуки править по ходу дела не пытаться сделать сразу конфетку а как-то вот да и об этом кстати следующая тема как жизнеутверждающие здесь появив получилось или нет неплохо ну следующая еще круче сейчас кстати загадочная тема на самом деле то есть название это прикольно да ничего загадочного на самом деле продуктовый css эволюция от динозавра до супер змейки между прочим маша сафина да маша сана интересно какое-то отношение к сафину и меня тучи я думаю нет она в чикаго находится в или но этим тем более хотя да это как раз наоборот заставляет на задуматься может быть она нас слушая по новую пенски находили спасибо ей за статью да если если ты нас слушаешь я эпиграф я создал монстры анонимный веб разработчик она очень много на самом деле всяких статей сейчас о том как мы типа отрефактор или наш супер css который был вообще полным говном и теперь все стало круто она год мы так часто делаем и вот как мы это делаем дисклеймерном номер один дипло диплодокная кривая это на самом деле действительно математический термин дисклеймер 2 дисклеймер номер один это вранье так вот посмотри на первый график вижу это диплодокус карф диплодоковая кривая и здесь типа эволюция css смотри по оси y вверх amount of code количество кода по оси y вниз страх и отчаяние самом начале мы стартуем с мвп продукт номер один и прибываем в продукт номер два в голову динозавра с течением времени которая по оси absciss то есть у нас растет количество кода да у нас естественно растет количество кода хотя на протяжении итерации она может и уменьшаться при рефакторинге например это если слишком все хорошо у меня много времени но но да но вот у них много времени я забегая вперед тебе расскажу и годы разработки и там прямо страх и отчаяние но прям растет иногда и особенно в моменты когда растет код или когда он снижается прям все плохо и на самом деле надо бы убрать чтобы вот fear и desperation вообще не было нигде как же будет мы поступаем вот это у нас есть мвп продукт один нас есть базовый фреймворк там просто фреймворк alert button forms помнишь откуда это кстати мне кажется тебе поближе на так микрофон если я не помню с какой из игры 13 точно так вот у нас вот такие стадии разработки put together code guidelines делаем типа договариваемся чем и как делаем первый синтаксис и формате форматирование camel case черточки индентация какие там пробел или табы потом договариваемся как мы называем классы айдишники точно нам джонатан снуга и какие мы используем единицы измерения в каких случаях как мы вложенность используем злоупотребляем или нет куда мы пихаем медиазапросы сразу здесь или где нибудь там в отдельном файле кстати тоже давайте пихну медиазапрос сразу здесь или или в отдельном файле или поедем в отдельном файле это сделаем переменные и миксины для саса или леса стайлус даже не учитывать здесь и какие браузеры будем поддерживаться точно также документируем какие используем иконочные шрифты svg png но все вот эти вот базовые договоренности которые в начале каждого проекта они прям да кстати используем ли мы .3 или 0.3 для там всяких rgb а и так далее обязательно нужно договариваться чтобы весь css у всех разработчиков там выглядел примерно одинаково это что сказывается естественно на качестве и это обсуждается на еженедельных встречах там разработчиков и так далее вот мы с коллегой делаем ровно точно так же потом мы фокусируемся на доставке по спринтам мы начинаем прям фичи выкатывать фича 1 фича 2 фича 3 фича 4 здесь прямо на гитме в отдельных ссс файлах это вкидываем иногда гай прям проще по фичам это разделять потому что все настолько разное что никак нельзя это сделать дженерик многое бывает когда некоторые вещи из дженерик форум с ссс нужно изменить в фичерах мы типа а яшниками делаем вложенность что а вот фичер номер один тоггл выглядит немного по-другому чем он выглядит по дефолту нормальная тема хотя я бы сделал класс тоггл фичер 1 тоггл фичер 2 и так далее который бы экстендил базовый тоггл и добавлял какие-то свои но это уже так вкусовщина она на самом деле не надо использовать название фичер 1 фичер 2 используйте название реальных фич я здесь просто для простоты это указала третье постоянно делайте ре итерацию то есть как бы рефакторить этот код постоянно и так далее но здесь будет показано по графику как это выглядит если вдруг вы несколько тогглов вот таких вот уже он не фичер 1 только тоггл такой вот допустим ночной так скажем тоггл если он же во многих местах сделал вы его уже инкапсулировать и возвращаете просто в форм с ссс опять же как тоггл 1 там тоггл 2 ну в данном случае тоггл смол тоггл large тоггл ай ай глазной видимо я не знаю а ну вижу здесь глазик или зачеркнут или не зачеркнут да то есть грубо говоря если вы используете какие-то вещи больше чем один раз вы их все более более делаете обезличенными для того чтобы но это логично ну да да то есть вы поначалу у вас это поначалу родненькие сынки у тебя ты по-разному называешь а потом все одинаково пучало это мальчики и девочки у тебя остались все позже различий в принципе других то никаких уже и нет и можно отделять даже уже потом тоглики в отдельное из форм с ссс если уже форм с ссс у вас так распух что до 150 строк в нем про тоггл вы выделите в отдельный тоггл с ссс и все вычищаете постоянно код свой убираете закомментированную всякую хрень проверяйте поддержку браузеров и убирайте хаки которые не цвет хаки я имею ввиду а костыли за костыли делайте как-нибудь так чтобы их ли их не было или тоже их в миксинг какой-нибудь оберните в принципе я думаю это главная цитата нашего подкаста делайте так чтобы не было костылей ну в принципе да вы выбиваем на заборе это пишем выбиваем как будто наш долотом и молоточком документируйте все это напишите все прям микрокомпоненты каждый почему у вас это появилось чего хотели этим сказать чё как и дальше в том числе кроме микрокомпонентов стоит и документировать что если у вас есть там тоггл из клик там и так далее все пропишите как этот стоит достигается и это если юзер кликнул но не залоги не а это если юзер кликнул и залоги не лучше потом вернетесь хрен вспомнить вещи откуда чё пошло куда чем берется еще откуда ноги растут да так вот она еще пишет что пример на пятой картиночке как мы типа будем документировать если вот thumbnail какая структура вот я кстати это очень люблю вначале в комментариях написать вот структура вообще блоков есть общий родительский див в нем такой такой в них другие и так далее это прям это очень круто посмотрите этот скрин и делайте также это это важно кстати я так думаю она это в маркдаун разметки пишет то есть не то что в самих css файлах документируйте потом срач просто будет непонятно а именно в маркдаун файлах вот а я почему так понял потому что с решеточкой комментарий сделан и пишите ридми для всех гид репозиториев даже у нас на его дизайн есть у темки гид репозиторий ридми чтобы понимать еще и там я чей-нибудь блок даже веду где я когда че делал перед продукт 2 ты видишь график смелся на змейку я пожал то есть вы каждый раз делаете реитерацию что-то ввели потом убрали как-нибудь добавили сделали дженерик потом ввели сделали дженерик ну слушай надо заметить что фирта вообще никак не увеличивается да ты причем заметь на рисуночке с продукт 1 метеорит падал типа все до свидания взорвут а тут хоп мы эволюционировали метеорит не упал а улетел дальше и как бы наши змеи живут да да и не случилось нового ледникового периода и блин это круто она прям до колышин а войдите как раз подпись к шестому рисуночку ну и в общем она и пишет типа делайте вот так вот и тогда в продукт 2 вы придете более подготовленными сможете начать все заново и уже не будет никаких разочарований и страхов во время разработки все работа прям превратится настоящий праздник отлично не круто круто можно переходить к следующему разделу соцки которым тоже опять же две темы чисто отдохнем потом научпопом вдарим а потом темы слушателей вообще нормально пойдет давай соцки 72 новых мадзи люблю такие темы га нихрена не надо читать прикинь короче говоря скоро одобрят несколько а именно 72 новых мадзи причем прям юникод консорциум вот такие сильные дядьки возможно в костюмах они на полном серьезе одобрят такие мадзи как например клоуна например чувака в шляпе такого знаешь который на ранчо мне кажется мы с тобой некоторые из них обсуждали возможно их уже давно предложили а то есть мы уже ржали над многими я честно говоря вот это все превращается в такое дерьмо что скоро вот нет опять же simplicity нет вот этого стека из шести там мадзи как как фейсбуке который я просто могу применить ко всему да я уже просто не понимаю чего я должен беременную бабу или чего я должен я уже не понимаю авокадо может быть может может быть это все ведет нас к наскальной живописи и мы возможно будем просто изъясняться мадзи хрен его знает вот давай какой из них больше всего тебе понравился какой ты будешь как минимум применять мне с носом понравилось длинным но это нормальная тема это когда про врунов будем говорить да это это неплохо очень страшно на самом деле смайлик клоуна мадзи клоуна очень страшно реальность не менее страшно чем сердечко черная да да есть наконец-то есть рукопожатие ясный рангутанг это горилла извините кого обидела рукопожатие я прям буду использовать я ждал есть fist bump да это прикольно это вот это прикольно настоящих братанов еще них это какой ну блин 4 мадзи в первом они сюда да ну а это не обязательно может быть ты просто может быть крупье шоу мэда все может есть яйцо бекон арахис это для мтс сделали на халяву кстати да слушай прикольно они будут своих рассылках теперь его использовать твари ладно окей дальше идем как обычно google немножко обновили свои алгоритмы так вас написано как обычно google заявились про алгоритмы заявились они значит ехали на санях и заявились суть какая как обычно у нас есть такая тема мимолетом раз через раз через подкаст проходит то что google немножко что-то меняет я не знаю насколько это быстро выглядит и выглядит ли там на русскую выдачу так скажем но google меняет ранжирование в положительную сторону для более быстрых мобильных сайтов если у вас мобильный сайт круче быстрее загружается на игре используют какие-то ресурсы за крутые допустим то ранжирование соответственно гугла будет выше и вы будете выше чем нежели чуваки у которых даже писи версия быстрее но мобильная медленнее соответственно мобильная у них будет ниже вас короче заморачивайтесь на оптимизирование мобильных страниц лови снифайте юзер агента смотрите еще откуда пришел и на мобиле прям все скрипты все говно отключайте вообще прям так чтобы контент быстрее пришел и тогда будете королями гугла и ночной вероны да в данный момент на самом деле google смотрит на скоро все-таки ваши писи версии поэтому писи версии окей научпоп подожди ты надо бы уже сказать что это барри шварц наш любимый пишет на search engine land конечно я обожаю барри шварца он я прям для наших зрителей прослушатели конечно не забываем но не можем я прям по полной его приблизил узнает наших героев он так лучезарно улыбается вот как ты думаешь не надо сосиски есть или чем барри шварц я думаю пиво пить и я не знаю футбол смотреть немецкую машину боевую да так вот научпоп а он на самом деле в нью-йорке живет и работает так вот научпопа короче для тех кто у нас в гоглах сидит и для тех кто даже для кого да просто для тех кто в халатах сидит холла ученых или в докторских может быть в махровых и такие есть в тапочках вышли с виски из ванны да короче говоря научпоп и первая тема на самом деле нас спускает опять же с космоса на землю и возможно поднимет нас скоро в космос о том что найдено найдено выведено универсальный у них еще нет видимо универсальная чтобы я наговорил на такое еще нет до универсальная противораковая вакцина которая помогла первым пациентам прикиньте короче говоря где же это где же в какой-то же это стране то давай 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 немецкие ученые практически защищенники барри шварц за да вывели протестировали на нескольких даже людях уже живых ухты у которых была собственно меланома то есть это развитие рак кожи да я такая не только кожи не меланом это кожи а окей короче говоря они ввели такую хренатень я вам не буду зачитывать потому что там полные лимфоциты и вы понимаете полные рынка и полная рынка смогли короче они сначала протестировали как я понимаю как обычно на крысах на мышах и они выжили эти подопытные экспонаты так скажем а дальше они попробовали прям прям жестко удалить допустим какую-то вот эту раковую опухоль до ввести свою вакцину и она действует и короче говоря уничтожая все клетки и круть короче говоря те рынка линоплексы частички рибомалий новой кислоты у которые вводятся они активно поглощаются дендритными клетками это иммунные клетки иммунной системы они информируют т-лимфоциты которые за иммунитет как раз тоже отвечают еще значки в они эффективно поглощаются макрофагами практически олдфагами в ответ эти клетки выделяет интерферон альфа то что мы иногда можем в таблеточках пропить чтобы гриппа не было интерферончику ну да да и на самом деле от всего можно пробовать просто иммунитет природный вообще кишечник в порядке держите все вас тоже с хорошо будет иммунитет ну слушай то есть это возможно прям светлое будущее нам ну я надеюсь что после этого дерьма не появится чего-то другого да то есть как бы держит всякие болезни которые появляются вот эти неизлечимые они же не всегда были правильно вот мы сейчас как бы я да просто там фамилия ученый кранц и кранц по-немецки это а венок черт просто какая-то мишу там уже какие-то библейские мотивы а кранк это больной я подумал что кранц и и кранк и она просто больная как бы и у него поэтому она решила это разработать отлично если у вас опять же посветлело небо то ставьте палец вверх так вот норвегия и бензин я не знаю сейчас у кого посветлее того кого потемнеет потому что в норвегии могут запретить бензиновые автомобили после 2020 года и возможно те кто слушает у нас те кто вдруг заканчивали техникум автотранспортный они сейчас погрустнели потому что электродвигатели то они не проходят нихрена как там в тесле чего куда спаять картинка красиво здесь на шазу картинка да такая норвежские фьорды я не побоюсь этого слова и короче говоря пишут пишут что пацаны там богатая на нефть страна норвегия богатая ли все еще может стать одной из первых в мире которая запретит автомобили с двигателем внутреннего сгорания но по залежам богатая по разработкам то теперь уже не очень постоль как цена упала даже илон маск даже он маск опубликовал себя в твиттере вот газету которая собственно вышла в норвегии с громким таким заголовком запретим продажи дизельных и бензиновых автомобилей 2025 в общем сейчас я скажу даже с чего это началось чего это началось я так понимаю что еще не никаких законов не принимали по этому поводу но просто вот чуваки парятся за видимо за экологию и видимо за потребление топлива собственно и я думаю они теперь парятся за то что них бензика дешевого не будет за из-за этих цен они форсируют это все и тут можешь прочитать про другую инициативу чтобы к 2019 году уже запретят все частные автомобили к цену в центре города в осло в столице да то есть в столице нельзя будет заезжать если вы на сраной тарантайке а частные это еще не все частные на тарантайке это в париже тарантайке это в париже дальше смешнее будет если вы вообще принципе на моторе то вам ни хрена нельзя будет визжать центр осло другие города также рассматривают подобные инициативы в принципе у них народу там немного мы знаем 5 лямов 5 миллионов на всю страну это пол москвы живет в норвегии во всей с учетом того что в японии территории столько же сколько норвегии там же 130 миллион это как во всей нашей россии да что касается бана на авто с двигателем внутреннего сгорания то отказ от них будет не слишком серьезным событием как если вы подобная идея развивалась в сша но мы понимаем там еще все на восьминитровых вордах экспортерах ездят и мусс не дует они в день потребляют столько топлива сколько вся норвегия к сожалению да ну и вот на этой неделе в париже вступил во вторую фазу план по запрету всех автомобилей произведенных до 1997 года то есть пацаны на копиндосах не смогут въезжать в центр города парижа видимо между прочим у меня вот в париж мама ездила нагреть что там вообще хрен въедешь куда и там там даже на новых машинах то криво есть там платные парковки 1 1 1 полосные улицы и досвидос да в общем вот такая тема там только 40 один ездит причем именно срекозе не алант нынешний президент да все еще срекозе терраформирование марса но это последнюю тему в научпопе так смотри-ка у нас там есть еще вкладочки интересно о чем это да согласен доклад 3 интригуем как интриганы короче инфографика прикольно на футуризм.com пацаны практически посвятили илону маску вы поймете почему так вот терраформинг марс здесь такой гайд как бы практически по захвату марса я не побоюсь этого слова если бы там жили индейцы то был бы еще пункт как их убить истребить а там первый пункт на самом деле он похож на пункт так вот план перейдем к нему сразу тут кстати написано почему вот если вдруг опять астероид прилетит как с динозаврами то нам надо же будет как-то это перемещаться в другие колонии и потом марс в основном лучше всего для этого подходит и да для наших слушателей я просто скажу что здесь такая длинная инфографика с задним бэкграундом красивыми всякими видами марса космическими и вот этот вот сама инфографика она как бы надпись такой небольшой лейбл им к ней прикольная как анти кончика так вот план фаза первая сразу фаза тут именно уже фаза вообще захватывали звон да тоже по рациям вот так нужно хренануть прям здоровой бомбой чтобы это все превратилось как бы в землю так скажем просто утеплить утеплить то есть вы земля же она тоже как бы утеплена и кроме того что кроме солнца она еще из ядра немножко подтепляется да да и здесь то еще просто хотят чтобы поднялись большие co2 объемы газа создало подушку как у венеры плотным и теперь все же знаем вы нас в комментариях поправить чтобы плотная атмосфера и парниковый эффект разогрел в саму планету просто и все до следующая я так понимаю нужно вот этот вот небольшой такой как же он эффект парниковый эффект за я я это и сказал да да это поэтому у нас здесь такая парник такой нарисован ну и я так понимаю нужно как-то привнести да нет саму из-за того что есть эта атмосфера солнце уже будет попадать туда а вылетать с трудом и будет просто согреваться все само собой вот это такая фаза первая была достаточно общая теперь фаза 2 нужно все таки я так так же а чё здесь мир видимо как-то нужно направлять опять же солнце к нам орбитальные зеркала на марс направить они растопят там льды она на марсе есть льды лишь какие там зеркала даже ну не такие как косметичек да да совсем побольше нужно я так понимаю что-то с водой все-таки и еще раз говорю льды которые на марсе есть на них направить зеркала они растопятся и появятся моря океаны на планете из-за этого всего в принципе будет атмосфера которая будет уже дождичь круговорот воды в природе он и там начнется выше будут испаряться там ну и так далее как обычно да ну астероидом хрена лучше нет именно ледяные астероиды можно направить в на марс чтобы как бы они растопились когда в не врезаются и там тоже какой астероидное море номер один астероидное море номер два образовалась и так далее на это фаза 2 то есть такая водная база 2 вот да как вы догадываетесь здесь как бы есть довольно фантастические моменты мы кстати нет ни одного фаза 3 конкретно завести туда бактерии наши то есть перегной перегнить планету нахрен написано давайте типа туда занесем бактерии причем генетически модифицированы потому что хрен какие еще выживут там на марсе конечно всю гмошную кукурузу туда туда оксиджен туда то есть они больше из-за того что они передают в дерьмо они будут выделять просто кислород для кислород конечно же да я так понимаю нужно еще культуры там садить уже практически но когда нормализуется уровень кислорода достаточном количестве можно будет сажать всякое на фаза 4 популяризировать планету из-за менять населять для планету я так понимаю начать все-таки с роботов на и будут делать всякое чтобы все к сожалению да да то есть ну как бы илон маск нормально привет илон маск потом роботные 3d принтеры нам напечатают пистолетом да да во первых пистолеты перебьют друг друга это вот первая роботная война на марсе а на второе все-таки начнут печатать дома чтобы хотя бы укрыться от пистолетов да но все-таки доставить туда людей конечно же инфраструктуру развитие так далее но развить популяцию вот более 10 тысяч как я понимаю чтобы все-таки мы чё-то могли там чтобы хотя бы чума всех не истреблива какие есть проблемы есть проблемы с этим пацаны да ну на я думал тут как бы это все так пикник на обочине я так понимаю так сейчас давай разберемся чё здесь ну конечно досвидос по бабло это в конце сам ну нет кроме бабла нету магнитных полей это поняла есть физически в принципе физические проблемы могут поэтому атмосфера который установится из-за вот этих взрывов она улетучится на них ничего не будет притягивать назад гравитации такой не будет да второе возможно тектонические вот эти вот разломы которые там почвы они тоже могут помешать всей хрени то есть там на марсе все хреново ну здесь написано что очень сложно из-за того что нету тектонических плит именно раз там практически марс весь из одной плиты сделан круглый из куска видимо да и именно поэтому очень сложно парниковые газы установить изолировать я как это я не очень понял но в общем какие-то сложности с плитами возникнут да видимо большой риск для людей по поводу гравитации низкая гравитация хреново мышцы атрофируются иммунный дефицит возможно кости ну да будут деминерализация костей то есть подожди то что у нас здесь есть на земле нагрузка это хорошо для нас это лучше чем если мы парили как перышки но да и были прочные как чешуя дракона естественно возможно мы просто по-другому вы выглядели какие-нибудь были бы просто любили силе на вечерки бамам мы и так бы да да следующий пункт из проблем с вот именно с кислородом то есть мы возможно просто бы не могли жить практически без oxygen mask mask вот но и проблемы с баблом потому что мы как бы вы понимаете чтобы долбануть туда общем вы посмотрите как просто кто видит как илон маск на это все смотрит он практически в шлеме скидок на говно когда он да без проблем типа чуваки на базаре нет у него даже цитата есть типа нам нужен купол практически он говорит чтобы все равно гид придется жить под купола какой-то момент да поэтому как бы марс конечно он выглядит как как земля мы когда-нибудь сможем его так жить и реформировать и просто про него пройтись без без всяких причин дал а вот такая тема теперь без причин дал от я вы нигде не не ходил да у нас кстати вообще мы как живем по времени просто интересно сколько мы за нас сейчас 50 уже мы живем по времени то есть у нас есть сейчас время для ваших тем и в принципе это я такой раз последний раздел у нас пошел темы слушателей которые мы опять же экспериментируем с ним я хочу опять же вам сказать что у нас есть пост который может запостили для следующего подказа он в сайт баре здесь виден до чтобы вы там оставляли свои темы и мы их будем рассматривать так ну тут была статья от нико бабича который мы как раз обсудили здесь спасибо никите тарасов за то что я предложил а мы уже открываем по вашим темам и прямо по вам еще пройдемся ждите михаил павлович пишет привет тема такая хочу взломать ваш сайт в суде как я могу взломать ваш сайт отлично будет в какой-то момент будет определенный видос про прям не подкастовая а именно образовательный про защиту wordpress нам об этом обязательно поговорим так идем дальше или привет немного критики по флексбоксу и там статья которую мы уже обсуждали один раз в подкасте сейчас скажу в номере каком номере 77 до самом не так и давно так что александр посмотри пожалуйста да я ему оставил здесь ссылку смотри виктор расскажите о мультиязычности на wordpress некий артем ему пишет это просто бери 80 баксов покупая в пмл там все просто и понятно альтернативы есть на этот вне конкуренции я сказал про бесплатную альтернативу кунтарку translate x который мы использовали в работе и да он неплохо слушай есть до готовые решения но наверное можно и саму на кастылить ну в принципе все можно самому на кастылить тогда знать просто архитектуру базы wordpress искай и используя это все придумать так дальше про опять про безопасно grand silence чувак который пытался наш сайт взломать за спамил мне почтовый ящик 70 письмами предлагает затронуть безопасность опять же будет интересно ну как мы уже сказали будет видос а если есть какие-то конкретные новости про безопасность предлагайте их уже к новому выпуску мы их обязательно обсудим антон пишет может и обсуждать нечего но были мне скоро в армию а я занимаюсь разработкой как вы думаете один год сильно сломает мне жизнь этой сфере скобках все технологии идут вперед я как мой старший брат который решил вернуться в разработку буду верстать таблицами в кавычках ему отвечает причем до того как мы отвечаем пиши просто витюша ему отвечает да актуально кстати я думаю нас с тобой не особо сломает но потом наверстать придется до хрена это точно и прикинь сколько часов подкастов слушать это самое главное ну да я уже ответил что с подкастами стоп удалось слушать не переслушать а что касается всех тем не так это важно в жизни разработчиков фундаментальная основа не меняется вообще поэтому можешь спокойно учить алгоритмы языки программирования разные и пиай приложивай да я уверен за год за этот вообще изменилась на самом деле если вы знали джаваскрипт вот реально знали вам вообще нихрена не да да то есть это такое можете очень то что вышел голу и на нем все много стали писать ну блин охренеть теперь и кампус бой пишет расскажите для чего нужно раз и пиай в вордпрессе что он реально даст что такая шумиха была по этой теме смотрю некоторые гайды никак не пойму смысл этого всего те же яйца только в профиль без него же такие фишки можно было делать только другими способами так а у нас же есть нету нету у нас у нас есть просто ответ ответим сегодня на записи завтра же у меня на канале нет ответ то понятно на самом деле просто я хотел сказать что rest api нужен если вам как бы вы не используете стандартные пинчпишный шаблонизатор вордпрессовки точнее даже не шаблонизатор а их структуру шаблона и ты хочешь просто работать непосредственно с сырой информацией которые тебе в джейсоне прилетает там на ангуляре хочешь приложение написать на реакте да хоть на чем не важно то тебе от бэкэнда нужна только инфа которую ты запросил тебя она в джейсоне прилетела ты ее уже сам расположил подгрузил и сделал интерактивно то есть это вопрос того какой именно экспириенс ты хочешь построить понятное дело что все это можно сделать на пичпи и потом java скрипте который там при подгрузке это все меняет но изоморфное приложение здесь было бы лучше а это будет возможно только с rest api поэтому но здесь ему собственно опять же просто ведь уши и пишет а как те идея покинуть вопей заняться разработкой тогда и смысл rest api поймешь по скриптам тут бы и мади вставить какой интересный 72 новых и мотивам беременную женщину возможно да скорее всего окей тут дальше успеть и бой пацанам предлагает кобальт кэт может быть девочкой не знаю ну да кобальтовый код почему они стали прикручивать дисказ за то что оформление не впишется на самом деле дисказ это скорее все троллинг наш дисказ такой же серый как наш сайт вообще не пишется никогда но мы на самом деле его не использовали просто потому что он тяжелым до хрена своего скрипта приносит пошел бы он жопу ну давай а на самом деле мы же хотели поговорить да и бон мы хотели мы хотели 5 уроков которые мы можем выучить из японского а веб-эдизайна первый урок информация имеет значение здесь засранный сайт как аку точка ком это круто и там куча инфы просто досвидос везде у каждого лейбла подписи и так далее выученный урок уважение к клиенту это первый же ключ и мы конечно не хотим его обескуражить большим количеством информации но достаточно предоставлять перед тем как просто learn more написать на первом скрине допустим уже или там прикрепленные pdf ки и так далее все таки надо я считаю неправ человек который приложил скриншот потому что чуваки которые понимают иероглифы для них это достаточно структурировано я не вижу здесь мясо тупо здесь все как бы в гриде и все хорошо ну может быть может быть хотя ты посмотри там placeholder поисковой только это гигантский всю страну да да это туповато конечно второй урок детали имеют значение здесь сайт и unique лодочка комс gp вы мы учим урок что достаточно нужно внимание к деталям уделять не абсолютно не делать сайт пустым и каждый элемент еще рассматривать отдельно понимать нужен ли он здесь и так далее тут в принципе главное как как в каталоге в газетном в бумажном прям подумайте об этом 3 цвета имеет значение с третий урок и мы понимаем что цвета нанеса не только чтобы красивым сделать сайт чтобы доносить какую-то информацию на хрен его знает мне к саму скриншоте люди думали что красиво надо сделать но понять здесь все красивое но на типа из меда то есть до нашей доносит что мед мед медовый мед 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 если там это еще анимировано да просто ну блин видимо в японии так надо ну а я согласен понятно что здесь гипертрофированные примеры специально приведены но до четвертое пространство имеет значение и здесь как раз сказано что япония состоит из 6850 двух островов и но правда очень мало километров и 130 миллионов там живет как я уже говорил это не то что я это знал это я в этой статье подчеркнул а на самом деле всего на 1 6 62 части суши это находится поэтому кому как не японцам значит надо использовать все место хотя здесь опять же гипертрофированный пример наоборот что пустота саду непонятно simplicity matters это мы и так знали простота имеет значение мы сегодня уже целую тему на эту тему обзор тему на тему сосали короче эту тему сынок до голда простите еще раз за тавтологии вообще мы раньше использовали статьи для спики бой мы ими делились их обсуждали но потом перестали потому что они как-то скатились поэтому не предлагайте нам статьи со спики бой они не очень крутые окей константин пишет результаты крупных и дизайн за 2016 год метрика этому вернулись обратно к вашим комментариям да мы вернулись комментариям если смотреть на экране у зрителя слушатели просто мысленно вернитесь к комментариям мы хотели на самом деле обсудить оригинал этой статьи как-то раз но как-то не сложилось потому что там ты говоришь что это перевод а да это перевод во первых у на бизнес инсайдере была новость что бизнес инсайдер заказала исследование у dragonfly приложение которое ну слушай я кстати могу в принципе это быстро пробежать ну давай давай пробежимся короче говорят dragonfly я так понимаю это чуваки это приложение это алгоритм который вот black swan сделали компании и между прочим до black swan лично вози отбором короче я на самом деле не очень теряю таким хренем и сейчас я в принципе поспорю с этой штукой короче алгоритм который типа определяет привлекательность вашего логотипа вот так от нуля до сотни от 0 до сотни до прям смотрит как расположение яркость контрастность насколько он все-таки привлекает людей и он говорит что вообще-то люди за избылились на инстаграм я в принципе это тоже говорил но окей мы сейчас подтвердим это алгоритмом что новый логотип инстаграма то более кетчи он больше притягивает людей чем старый логарифм алгоритм чем логотип да так вот причем я так понимаю на 10 баллов до 10 баллов я не буду вдаваться в подробности куда там кто смотрит просто пойдем дальше google например сделал хуже с помощью вот своей из-за того что изменил немножко шрифт и вот буковку g вот это вот четвертую немножко изменил да и первую буковку джи эти скажи они заняли да да точку джи свой изменил поэтому собственно меня кетчи стал но на два пункта всего то есть как бы так монстры на убер убер стал хуже как я понимаю за им вот этим на 10 пунктов h на очень странным своим логотипом бенби всегда был хороший то есть 75 76 потому что как написано учредители компании собственно специализировались на дизайне ухты они могут twitter стали лучше с помощью своей летящей птички вверх раньше было вообще все плохо аж 47 то есть вообще я вот не замечал до этого у летящей птички у нее сбрился чепчик да она теперь лосок хохолок да яху примерно на том же уровне потому что там просто как бы просто надпись yahoo с восклицательным знаком фейсбук чуть-чуть изменил свою букву и ну в принципе немножко поменял этот шрифт на один пункт уменьшилось странно мне вот это пузатая более кетчи ну ладно окей paypal ну была такая объемная буква пи вот это их главное скиске вам орф надо стало не такая и поэтому стал хуже между прочим вот такой алгоритм прикольный for square square тоже стал лучше аж на 10 пунктов честно говоря вот этот новый логотип он говно меня но у меня первые на самом деле просто ностальгические вещи никогда да 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 я просто хочу сказать что вот странно вот эта привлекательность можно просто же просто член красный нарисовать извините меня и он будет более круто геометрический контраст на каждый волосок на яйцах тоже рисовать и прям будет вообще вот 100 ну просто ну вот извините меня на это эти алгоритмы ну да да ладно идем дальше по центре вот еще тема с медиума ну короче там тема про от нуля до супер крутого фронт энд разработчика мы этими темами поделимся просто здесь на сайте потому что там они гигантских обсуждать бессмысленно они еще и там про начинающих реально спасибо николай за тема да николай спасибо поделимся дима дурак пишет на прошедшем недавно гугла сходнике айо 2016 на медведу активно форсились прогрессивные в приложении да настолько активно что это припекло что вы думаете за сабж ну там действительно прикольная тема надо во первых разбираться чё там они на гугла сходнике сказали за которым мы естественно не следим во вторых сказать у кого там припекло поэтому возможно следующий раз обсудим возможно после следующего возможно не обсудим но кому интересно можете зайти в комментарии к предыдущему подкасту и там поискать окей сергей пишет я вот я вот такой крутой чувак написал статью на хабар хабар и за сутки она брала 10к просмотров это он цитируя видимо меня ну да там вывода кидает короче статью свою с хабра ну и просто видишь уже его в пух и прах разбивает это даже не статья гайд для начинающих я бы сказал короче говоря оказалось что чувак просто перевел статью криса койра собственно ну да а переводы не считаются ссори но вообще сергей ты конечно молодец ты молодец чё там сказать обсудите типаж типичного программиста в россии образование образ жизни психологический брата и среднем возрасте пруфов источников данных статей заметок нету я так понимаю ты пишешь что она нет и суда нет когда будут пруф источники обсудим а так ну блин не а он видимо предлагает нам так так скажем исследовать проблему в принципе это прикольная тема можно когда-нибудь знаешь как это как громко тебяешь у него имя слышки бабки есть вопросительные то есть как бы по-моему типаж типичного программиста же ясен согласен кстати просто ведь уши перед этим спрашивает кстати парни не хотели бы случайно рассказать аудитории про аудиторию типа кто вас слушает читает и так далее просто хотелось бы понимать на каком мы все уровне одно сообщество так сказать но хочется иногда аналитику из выкашной группы по полу возрасту выложить и тем быть таковым на самом деле мы сами пока просто не знаем как он как вот это знакомство устроить мировое но чем-то придумаем покей следующий антон прокомментировал языки программирования как настоящие девушки обсудить но мы собственно сейчас обсудим потому что это это прям круто я прочитал я охренел на mail.ru блоге пишут пишет про девушек и языки программирования причем здесь так пишут здесь такая очень крутая заводочка что у всех крутых пацанов типа саурона допустим у него было кольцо всевластие типа дарта вейдера у него была звезда смерти типа тора у кого он был с молотом у всех был крутой инструмент так скажем совершать свои дьявольские планы или может быть добрые планы как у тора например разработчикам тоже свойственно так или иначе очеловечивать свою работу так скажем то есть как вот в кольцо всевластия там вдыхать свою какую-то злобу всю засадил в области ну да поэтому мы решили представить как выглядели бы известные языки программирования будь они прекрасными женщин возможности и особенности функционала языков соответствуют внешнему виду характеру и популярности выбранных нами женщин но те кто смотрит нас так скажем видео ведет в принципе картиночки видят видео видео так вот фартран начнем олицетворение фартрана это элизабетов элизабе элизабет 2 или за и елизавета вторая фартран королева английская да и пишут что она старше твоих родителей любовь к ней может быть исключительно платонической на нее хочется смотреть в порыве ностальгических чувств о времени знакомы тебе только по черно-белым фильм ну как и фартран ну да пик ее слава пришел на середину двадцатого двадцатого века но все мы относимся к ней с большим уважением как собственный факт фартран многие знакомые тебе девушки то есть как бы языки программирования считают я примером для подражения хренеть прям реальности методач старается копировать ее манеры прикольно-прикольно да дальше просто свифт я честно я практически плакал когда читал свифт ева в смысле который жена адам да который ну да да жена адама можно так сказать ева который в библейских мотивах вместе с адамом скушали яблочко а это свифт я напомню яблочко вы сейчас уже понимаете да к чему все так вот так 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 что тут у нас она привлекает внимание джуниор разработчиков и соблазняет их всем известным фруктом я напоминаю свифт молодая и дерзкая она отрицает общепризнанные стандарты поведения пробуждает воспоминания на уровне генетической памяти о каком-то прекрасном месте где по зеленым лугам бродит бородатый мужчина в очках и водолазки то есть он уже в раю короче нам напоминает все круто хаскель леди гага у нас здесь изображена она лицетворение хаскель модная безбашенная обожающее яркие и необычные наряды отличается очень странным поведением чем и приманивает необычная напрягательная штучка с зажигательным синтексисом от которой не знаешь чего ожидать одним словом функциональный язык программировал до хаскель леди гага окей пайтон питон здесь изображена саша некая но это саша грей мы все понимаем она нам предлагает углубиться в ее питон так скажем да причем здесь у нее питон написано через ай пайтон да да окей и эйч нету так так вот саша грей оказывается пайтон простая в освоении няшная и мега популярная у нордов можно сказать является объектом целого культа бесит взрослое поколение но обладает множеством приятных фич любая ошибка с ней можно привести к серьезным последствиям и продолжительному лечению окей бэйсик бэйсик это как ее гаечка гаечка блин гаечка из чипа и дейла это бэйсик девочка подросток самая первая твоя подруга познакомились с далеким летом провели вместе много часов за бэйсиком сидели наполненных играми и весельем у тебя осталось они только приятность впечатления воспоминания хотя не все не все в ваших отношениях было гладко ну бэйсик сами понимаете я опоздал на встречи с ней проводим приводил друзей практически при ней там жрал нажирался при бэйсике иногда ее обществу предпочитал других красоток ну понимаем поздно с паскальным однажды она уехала и никогда больше не писал иногда нас не стивили в снах о которых ты проснувшись ты почти ничего не помнишь кроме смутного ощущения тепла и утраты окей алгол здесь изображена лея ну я не знаю кому слишком близок алгол но тем не менее это лея легенда миф волшебство она вот как basic лишь воспоминания мы понимаем алгол она наоборот как бы ты увидел меликом случайно всего раз или два но остался под глубоким впечатлением как нулею как в принципе принцессу лею да я скрытых возможностей уже сейчас будучи взрослым ты может и хотел бы вернуться в тот момент времени пространство чтобы применить свои знания для более близкого знакомства но боишься разочароваться почти фартран да угол язык от гугла мы все знаем здесь изображена лила из футурамы одноглазая такая как вы помните но ее как вы помните опять же она просто всего лишь мутанты старого нью-йорка который в каналке находится ее подкинули наверх потому что она наименее уродливая из всех мутантов было ну вот это язык губ собственно да так незнакомка у которой баг это фича поначалу она отталкивается и нестандартной внешностью но ты влюбишься в нее из-за сильного характера боевых навыков и продвинутого интеллекта такая защита такая защитит от любых напасти и себя и тебя гол язык джава дашь и дальше джава короче марлин монро здесь изображена джава невероятно популярно то есть как и марли но она уже почти угасшая звезда чья слава гремела свое время на весь мир завораживает тысячами достоинственно в первую очередь деньгами и статусом понимая добраться с ней ты можешь зайти на любую вечеринку и всегда будешь чувствовать себя востребованным в транснациональных корпорациях но понятно джава бабки мы понимаем c++ нерс здесь как бы просто изображена некая медсестра так скажем с плюсами на карманах скорая помощь для твоей ипохондрии и да ипохондрии она знакома всем программистам за некоторыми исключениями но полностью ею пока никто не обладает прекрасным достоинством является только тогда когда действительно нужно вся фишка в униформе обеспечивающие многоликость для начинающих программистов является символом простоты и ясности а для гуру сложности и глубины это c++ ассэмблер знаешь почему про многоликость потому что все время все шутят про c++ шаблонизаторы ну да да ассэмблер тут на самом деле помело андерсон изображена которая собственно я так понимаю спасатели малибу спасатели малибу да да помело андерсон это ассэмблер вечная звезда которая была твоим кумиром еще во времена компьютеров динозавров и до сих пор остается объектом твоих мечтаний собственно как помело андерсон ты никогда не снимаешь плакат с ее изображением со стены потому что за ним огромная дыра во всем здание ну классика да да не допускаешь даже мысли что молодые девушки могут хоть в чем-то ее произойти как и ассэмблер собственно то есть молодые языки круто на джаваскрипт это пенни собственно из сериала теория большого взрыва умер масс идеальная девушка программиста объект всеобщих мечтаний из всех девушек в твоем списке контактов она будет на первом месте по количеству звонков и отправленных сообщений как и джаваскрипт собственно с ней проще всего ознакомиться в первое свидание выставить тебя в лучшем свете экран и крайне трудно не понравится твои родители будут счастливы если ты придешь ее в дом работодатель будет счастлив друзья будут хлопать тебя по плечу и молча завидовать в общем все хорошо если ты готов терпеть ее характер она смеется над глупыми шутками и интеллект обратно пропорциональной красоте она никогда не снимает макияж это джаваскрипт пенни так вот руби джессика собственно из мультика кто поставил кролика роджера насколько я не смотрел не знаю синоним богатства и славы тебе будут платить деньги только за одно упоминание имени знаком с ней вот грузовик с деньгами едет к тебе домой это руби да ну и php последняя здесь собственно изображена sailor moon но она здесь еще как-то специально коряво изображена очень коряво изображена это php ее стиль не меняется годами веселая хохотушка готовая знакомиться со всеми даже с низкой квалифицированными индусами впрочем в ней самой особых недостатков нет гораздо больше проблем доставляют ее фанат толпами ходящий за ней и прославляющие имя на всех невразумительных языках некоторые считают ее воплощением вселенского зла но мы-то знаем правду она несет только добро во имя луны людей классная статья всего четыре расшаривания непонятно почему я тоже не понял чё продолжим по комментариям давай чё там и 5 instagram под закрыли что скажете а есть пру что именно там под закрыли спрашивает дайсандр агенчаров да я вот хотел сказать что блин пишите поконкретнее потому что вот это а просто как заработать денег скоро нас будут справляют кеша на дилев или пуделев я извиняюсь если неправильно сказал ты к новому подкасту напиши вообще о чем базар то собственно мотив состав преступления где какой опять под закрыли дергать тебе нельзя или чё ну давай это я так понимаю последняя уже тема которой мы хотим так крупно обсудить а да скорее всего александр походи нам пишет достаточно интересная новость думаю для научпопа сойдет ну окей давайте попродолжим мучку обязательно сойдет до тут он хамоновский нож был сделан из метеоритовой руды сенсационное заявление сделали ученые британские нет не британские не знаю какие британские смешно что британские ну да будет просто нет британский археолог нашел этот нож в девятьсот двадцать пятом году когда открыли вот эту гробницу тотан хамона она то ли единственная то ли одна из немногих не тронутая была не разграблены еще говнюками каким-нибудь там римской империи или чего-нибудь еще и прямо она была этот нож найден был прям в его так скажем намотках замотках а и он похоронили всего там в 17 лет непонятно до сих пор почему он умер вообще но в общем суть в том что клинок был сделан из метеоритной руды и вообще непонятно на самом деле откуда он произошел потому что в древнем египте такая работа по металлу вообще довольно редкой было поля то есть какое-то да но есть канало на итальянцы и египтяне между прочим нынешние не древние использовали специальную технику рентгена непроникающего чтобы подтвердить что состоит это все из специальной руды в которой есть определенный там процент никеля большой высокий и это обычно к метеоритной руде относится здесь есть еще ссылки на bbc новости про тут он хамона но мы не будем на ней про них говорить и они сравнили это с метеоритом который был в двух тысячах километрах около красного моря которая как раз на побережье египта находится и до 1 был точно такой же там 150 милях западу от александрии состоялась такой же руды с таким содержанием никеля и кобальта то есть как бы ну ничего в принципе такого инопланетного но кроме того что непосредственно метеорит упал такие это внеземная внеземная хрена у нас такой руды не содержится как бы но элементы эти есть в таблице менделеева но да поэтому непонятно вообще качество очень крутое кто-то помог может быть там как-то вложил руку мой технологию рассказал и нужно знаю а как может не знаю него вложил в руку и ничего не украл это это очень достойно неправдоподобно но в общем да кроме самого кинжала есть еще украшенная золотом ручка и ножны так с причем с такими цветочными мотивами если мы приблизим здесь там такие чешуйки как будто листочки прям красивая сделана хреновина поэтому прямо на в музее теперь в каир египетском можно да прям посмотреть поэтому уже нельзя согласен теперь как тоже после синайских проблем и нельзя короче давай остальные просто коснемся так скажем людей которые прокомментировали но мы не собирались больше ничего обсуждать александра некий предложил еще одну статью никобабич естественно судим базара не еще другой александр блин пишите хоть фамилии что ли что хотелось бы обсудить с умными людьми такую тему в такой момент и как просить у пользователя оценить приложение написать отзыв к нему чтобы получить максимальную отдачу как мы уже говорили как с check out page и на максимальный экстаз у пользователя когда он что-то купил получил достижение какой-нибудь тогда и спрашивай давай ты зачитай надо бы вынести ссылку на последние темы к подкасту куда-то в шапочку что ли ну вынесли да короче мы вынесли в сайпа александр не это да да бойся спасибо кстати всех кто нас благодарят да пожалуйста чего не записываем как можем помощи если еще не было статья из двух частей продолжение было написано недавно первая часть уже давненько на на и листопарте собственно да там есть две гигантских статьи про юэкс и там про них можно целые подкасты делать я не знаю каким-то образом мы на контент переработаем и как-нибудь как не пить либо как переваренные остатки пищи они к вам попадут либо как не переваренные посмотрим нас просто не жалели нам бомбили но и правильно это все хорошо это 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 круто что вы много хотите послушать в нашем так скажем исполнении как моргу да на себя тем куча сделайте рейтинг комментариев нам бросит но будем делать будет вообще будет целый модуль комментариев крутой прям не дискасс но самописный тоже с рейтингами со всей хренью вот нам пишут что обновление винды будет женя пишет с 10 по 30 июля будет стоить 119 баксов ну короче успеваете до 30 июля обновиться бесплатно а то потом да просто сегодня еще была новость что обновление насильно будет как насильники ну да мы что-то это упустили не обсудили но да дальше пишут несмотря на то что статья старая тема актуальна всегда собственно выношу на рассмотрение обслуживание в подкасте have a nice day да stefan или stefan или stefan в зависимости от национальности дрансель короче там статья про то что программистов не надо прерывать через неделю обсудим в этот раз уже некуда было воткнуть дальше нам просто безмолвно какой-то knuckles просто накинул нам статью с медиума да и там такое там достаточно глубокая статья в разработку про css хотя опять же css и разработка но тем не менее будем обсуждать когда-нибудь посмотрим и просто ведь уши опять нам делится более по поводу комментариев мы это все учтем и сделаем так что не переключайтесь да в общем говоря спасибо за то что предлагаете нам статьи мы не все можем рассмотреть к сожалению потому что мы так же сидим пол без десяти час на самом да сейчас ночи вот по-любому затронем все темы стопудово но каким-то образом они через нас пройдут спасибо предлагайте дальше еще это все не пройдет незамеченным поэтому спасибо вам за участность и напомним что у нас обойка есть на рабочем столе ну кстати да я думаю что здесь подкаст вот я увидел здесь подкаст на самом деле в вот этом холме потому что как бы человек может с него смотреть как вот наши подписчики ему смотреть в закат а вот ты где увидел вот имеющие виду после того как они послушают или посмотрят наш подкаст они на весь мир другими глазами конечно глазами никобача это единственный для них как бы последний оплот так скажем ну я я думал наоборот наш подкаст это солнце и ты можешь с любого обрыва даже вот с такого ты находишься на самом краю юэкс тебя уже не спасти ты уже готов спрыгнуть с этой юэкс скалы на наш подкаст на тебя так светит такой блин нет я все-таки попробую пойду по этой тропинке назад и буду все-таки вершить великие дела но я кстати хочу заметить что там он вдалеке смоет все-таки на лодку на лодочку да может быть это тоже наш подкаст и он уже идет ко дну но не дай бог не очень ладно спасибо да спасибо еще раз всем за отзывчивость и подписывайтесь на социальных сетях вконтакте в твиттере фейсбуке в инстаграме в google плюсе обязательно ставьте нам в айтюнсе рейтинги ставьте звездочки и пишите отзывы на ютюбе тоже ставьте лайки делитесь видосами во всех соц сетях прям друзьям рассказываете и да увидимся следующий раз с вами были никита тарасов и александр гончар удачного всем дня пока пока